Это не про бизнес, это не про всех нас, я вам покажу те ловушки, которые находятся на уровне теории и на уровне высоких актов государства, которые на самом деле являются проблемами для... Которые будут на самом деле причиной многих бед, которые сталкиваются с бизнесом. Это те решения, которые можно ссориться с статистикой, можно добиваться от них, а можно просто поменять принцип и доплачивать предпринимателям за то, чтобы собирать информацию. То же самое здесь. Одни решения, которые были предложены лет 10 назад, другие решения были более свежие, но тем не менее вместе мы это обсудим. Поэтому вот так иначе самое главное, что нужно понимать, что государство это не живой организм, он не принимает решения, он не дышит, он не имеет ценностей. Государство это вот это. То есть это искусственный институт, созданный живыми конкретными людьми. Когда мы говорим, что государство там решило, государство торгует, это все фигура речи, которая собственно к реальности не имеет никакого отношения. То есть это первое очень важное замечание, потому что когда мы говорим про какие-то вещи, связанные с принятием решений, всегда мы связываемся на то, что нужно, чтобы какой-то баланс государства был, чтобы оно было таким, было таким. Мы склонны его одушевлять. Нам всегда эта картинка помогает понимать, что это такое. Суть это искусственный институт, который создан людьми для каких-то определенных совершенно функций. И вот первый вопрос, который важно обсудить, вопрос функций. И заметьте, об этом говорит Лукашенко. Об этом говорит практически каждая страна, которая вступает на трупный фланг. Украина, Россия, там не знаю, в этом разговор был так или иначе в центральной восточной Европе. Государство ЛИФАН большой, стопроцентная собственность никакой вообще предпринимательской деятельности, потом начали немножко сужаться. Вопрос, который я задаю нашим органам госправления, который задавали мои коллеги в Москве, где-то, например, своим и в Киеве своим, сколько конкретно функций выполняет государство в этих странах. Только конкретно, грубо говоря, то, что там большое государство или маленькое. Сколько? Наш Минэкономики не считал, никогда не считал и не знаю, посчитайте тогда. В Украине около 7500 функций, в России примерно там 7300-7400. Представляете? 7300-7400. То есть мы создали вот эту коровку для того, чтобы она сделала что-то очень базовое, понятно. Есть враг – защити. Есть бандит насильник – защити. Вот, собственно, для чего там был орган, который должен был оптимизировать или минимизировать транзакционные сдержки внутри нас. То есть, если каждый из нас имел свою полицию или суды, это было бы не так эффективно, если мы, собственно, будем иметь такую институцию, которая будет обладать монумольным правом. Вот, собственно, был такой подход. И потом с этого всего появилось вот эти 7500 функций. Вот, и, понятное дело, под каждую функцию может быть бюджет, могут быть чиновники, могут быть организации, контрольные органы и, собственно, все с этим вытекающее. Поэтому государство в старой норме, мы говорим про новую нормальность, это вот выполняет примерно, вот это образно, конечно же, функции, которые вы здесь видите. Нейтрализатор кризиса. Что такое нейтрализатор кризиса? Когда случилась беда в 2011 году, там или в 2008 году на Западе, так иначе государство начало заниматься национализацией, кидами денег, чатами денег, протекционизмом и тогда это не было. То есть это не была реакция. Очень сложно найти страну в последние 20 лет, которая бы ответила на кризис с противоположной реакцией. То есть она сказала бы, все, кризис, мы виноваты, let's stay fair. Было с точки зрения наоборот. Нейтрализация кризисов, она предполагает то, что, с точки зрения теории, чиновники, принимающие решения, знают, на какой точке бизнес-цикла должна находиться экономика или той или иной бизнес. То есть очень важный момент – структура капитала. Кто знает Хайка, тот понимает, о чем идет речь. Структура капитала – это то, что является следствием решений большого количества экономических субъектов. И вот если они совершают ошибку, там не продается товар, не до загруженной мощности, не платят деньги вам, да, структуру начинает корректировать, сама начинает корректировать. Вот книга про новый курс Рузвельта, вот у кого она будет, у кого-то из групп, да, очень люблю его начинать, потому что в ней написано, как Рузвельт в Америке мешал корректировке, после, значит, когда наступила в Великую депрессию. Мазь очень простой. Если бы не было вмешательства государства, то корректировка ошибок, которые были совершены в том числе государством и Центральным банком Америки, произошла бы быстрее, с меньшими издержками, и быстрее бы американская экономика вышла на этапы экономического результата. Но соблазн чиновников сегодня таков, что основной тезис многих политиков отмечают и на Западной Европе, и в Америке, и везде, когда вот это всё идёт вниз, давление на политиков такое, надо что-то делать. Инструменты что-то делать стандартные. Денежно-кредитная политика, бюджетно-налоговая политика, регуляторная политика, торговая политика. И это не на расширение конкуренции возможностей предпринимательства, а наоборот, на то, чтобы, условно, найти тех 100, 200, 300 компаний, накачать их деньгами, списать их долги, национализировать и, собственно, надеяться на то, что они с этого не становятся. То есть это нейтрализация кризиса в таком старой норме. То же самое, терминадры бизнес-циклов, это когда в Советском Союзе одной из самых больших проблем, которую мы получили, если посмотрим, какие споры вообще тогда были, представьте, советская структура производства. Это была логика, не экономическая, это была логика политики, это была логика идеологии, но никак не, собственно, экономического расчёта конкретных субъектов. Зачем построили барановичек БПХУ на 10 тысяч рублей? Военную форму шить, потому что там кому-то так захотелось. Или зачем строили гигантские заводы в Беларуси, которые обслуживали весь Советский Союз? Понятное дело, что не было больше ни рынков, ни спроса на продукции вот этого гиганта в гиганты. И для того, чтобы, например, решить проблему старых структурных ошибок, просто было бы это всё передать в управление людьми, которые принимают какие-то решения в рамках собственных этих ресурсов. За копейку, за две, за три, не знаю сколько, но тогда так или иначе люди строились бы в своих бизнес-планах. Здесь очень важный момент. Ошибки совершены. Капитан, капитал омертвлён. Концепция омертвлён – это что угодно, что капитал. Капитал – это тот капитал, который существует в виде зданий, строений, машин, оборудования, сооружений, который не может приносить, нигерировать никакую прибыль. Товары, произведённые там оборудованием, никому не нужны. Машины. То есть, если вы представляете, у нас был в Беларуси завод по производству печатных машин. И всё, что там есть, или не всё, что там есть, с вашей точки зрения, является мёртвым капиталом. Какие машины? Печатаешь машину. Печатаешь машину. Печатаешь машину. То есть, первое, значит… Знание сооружения коммуникации. Вот, вот, абсолютно верно. То есть, первое, такой необразованной, такой мысль эмоциональной. Что-то не является, да, действительно, мёртвым капиталом можно было соргать с землёй. А когда ты предлагаешь этот завод для конкретного предпринимателя, Виктория абсолютно права говорить, там уже есть коммуникация, там уже есть здание, там уже можно адаптировать в это. В это, в это, и, собственно, и человек, исходя из своего представления о бизнес-плане, принимает решение, за сколько его там купить, за сколько хорошая цена, плохая цена, если, особенно, если землящик там есть. То есть, например, если чиновник говорит, «Этот завод, мы вложили в него, там, 100 миллионов долларов, как говорится, и за меньше, чем за 100 мы его не продадим». Ну ладно, хорошо, там сделан дискон 10%. Человек, который покупает этот актив, он понимает, что часть этого капитала он может вернуть наоборот, всё остальное – это мёртвый капитал, от которого надо и так не сбать. То есть, вывести, значит, сдать на металлом, очистить, перестроить, переделать, в трубах поменять, всё даже издержки. Вот получается, что, если на демо-атапе чиновник исходит из старой структуры капитала, из старой цели восстановить старые связи, то он предпринимателям, людям с идеями мешает совершить то же самое, нейтрализовать тот самый кризис. Собственно, что в Беларуси происходит сплошь рядов. «Мы давайте продадим этот завод», вот Симашка чётко об этом говорил, по той цене, которую мы вложили, и ни копейки больше. И вот здесь, как раз есть, не в одной советской стране, по-советски, даже в стране, точнее, в Европе, не было чётко продемонстрировано и сделано очищение структуры производства. Это первая была фундаментальная ошибка, потому что вторая ошибка была, без достижения то, что называется естественной структуры производства, стимулировать новое невозможно, потому что нового ещё нет. Вы стимулируете старое, я полагаю, что оно станет новым. Но у вас нет никаких оснований считать, что оно так будет. Вот, это очень-очень важный сюжет. Условно, если вы считаете, что тракторный завод – это такой хороший сюжет, большой, потому что он такой большой и трактор и делает, то вы, по нему не видя идей от предпринимателей или блокируя их, поддерживаете то, что вы знаете. То, что Лукашенко сказал – мы будем делать что-то мы знаем в рамках предприятий, которые мы знаем. Собственно, так они и поступили. И поэтому, если там повезло с бизнес-циклом, хорошо, повезло с бизнес-циклом – that should happen. Вот, собственно, мы проедем. Стимулятор занятости – мы все должны занять. Администратор производства – мы всё должны управлять, вплоть до кадровой политики. Катализатор ненужного, вот то, что я говорю, вот, например, сегодня мы будем обсуждать вопрос второго завода, второй колейной компании в Беларуси, цементных заводов, фольмонозаводов, всего прочего того, что практически хорошо встраивается в стимулирование спроса, в экономический рост, в то, что мы увеличиваем количество, там, у него станков на душу населения или квадратных метров на душу населения, но потом, что с этим всем делать, никто, собственно, не знает, потому что это всё стоит. Это типичный пример логики, опять, кейсианства. Это Кейс, для неэкономистов говорю, это такой учёный, который был призван спасти капитализм, на самом деле является самым опасным его могильщиком, потому что он предложил решения, которые вроде бы такие хорошие и приятные, на самом деле привезли к гигантским проблемам для многих вредных стран. Вот, ненужного у нас в экономике много. Это только по бизнесу, там, где я говорил, 80 тысяч, 800 тысяч метров квадратных, на самом деле мёртвого капитала, там, миллиарды-миллиарды долларов, и вот сколько его конкретно и где, нужно провести очень хорошую диагностику. В чём только наша проблема, это проблема, опять, мы учимся с запада плохим практикам, ни Америка, ни Англия, ни Европа не прошли детоксикацию активов, то есть называется токсичные активы, и для того, чтобы просить дексификацию, нужно просто запустить рыночные механизмы банкротства, после которых осталось бы собственно то, что рыночный. Помните спасение американцами General Motors, помните американцами спасение AIG, крупнейшего страховщика, на миллиарды-миллиарды долларов Bank of America и другие компании, которые получили дотации. Собственно, это и есть то, что делают администраторы производства, и катализаторы ненужного. Всё за счёт других это делают. Но американцы ещё напечатали долларов, они провели тем самым валютную войну против тех, у кого доллары в кармане, которые были привязаны собственно к доллару. Этим самым сейчас занимали американцы, перестали делать, сейчас делают это всё Центральный банк Европы, ЕЦБ, это делает Банк Японии, это делают Банк Англии. Вот они продолжают заниматься валютными войнами в отношении в том числе нас. Поскольку мы маленькая страна, и мы не можем ответить адекватно, поэтому нужно понимать, какой режим ответа на эту угрозу нужно выбрать, чтобы не попасть в условия валютной войны. Вот пример России, о котором мы уже говорили, очень хороший, когда белорусский рубль за 8 месяцев подорожал в отношении, опустился в отношении к белорусскому на 90%, и, соответственно, мы ничего не могли продавать, потому что, собственно, с нашим курсом, помните, когда мы регулировали за машинами? То есть мы потребители, поехали в Россию покупать потребительские товары, потому что с нашими долларами в кармане мы сдавали доллары, цены русские не поменяли на эти товары, мы, собственно, там, знаменого соседа купил джип, сэкономив 15 тысяч долларов. Это был такой сюжет, это был просветствие валютной войны России в отношении к Белоруссии. Это валютная война, это не политология, это экономический термин, который используется по отношению к политике центральных банков. Это часть работы, часть поведения центральных банков мира, и нам в маленькой стране, опять-таки, нужно понимать, как с этого защищаться. Вор времени и возможностей, в этом, собственно, мы все понимаем. регуляторы греха. Почему? Что такое грех? Это то, что, морализаторство государства, что хорошо для тебя, что плохо. Сигареты, алкоголь, топливо, потому что это все социализмные товары, да? Понятное дело, наркотики, понятное дело, проституция, продажа интимных услуг самого широкого спектра. Это называется товары греха. Поэтому, поскольку чиновники посчитали, что да-да, значит, давайте мы тогда их обложим, запретим, что-нибудь сделаем с ними, для того, чтобы исключить их экономического дорожка. Это тоже искажение структуры капитала, потому что мы не понимаем, как бы выглядело распределение капитала в Беларуси, сектор услуг, если бы это было легально. А вот казино? Казино то же самое, да, абсолютно верно. Казино, абсолютно верно. Казино тоже с игре, казах на игры, соответственно, нужно действовать по этой логике. Вот, мультипликатор коррупции, собственно, в мире 35% мирового оборота, это серый рынок. Когда говорят, мы не понимаем денежную политику, почему то или иное происходит. На секундочку, 35% от 75 триллионов, это сколько? 27. Знаете, 27 триллионов входит в кэше, в преимущественных, где-то в чем-то еще, и это деньги, которые влияют на поведение, на инвестиции, на все что угодно. Например, фрачки, отмывочные конторы, офшоры, это все часть жизни, когда между ними происходит разного рода конкуренция, они говорят, надо вот эти сволочи, надо их закрыть, например, в Швейцарии, либо там, Каймановые острова плохие, одновременно с этими закрываются другие вещи, и около 100 офшоров работает, они будут работать вечно. Потому что это придумали британские юристы, для того, чтобы опционизировать налоги в своей стране, для богатых клиентов, это совершенно очевидный факт. А прикрытие очень простое, для нам, простым людям, на лапшу повешенную, что мы хотим заставить богатых платить налоги, вот, поэтому установили высокие ставки по подоходному налогу, высокие ставки по корпоративному налогу, вот, собственно, и помните, когда был сюжет, когда предельная ставка подоходного налога в Англии была 98%. 98%. Вот. Это все делается во имя равенство. Вообще, с кем он все идет? 98%. Просто, это все делается зачем? То есть, как это продается политикам? Политикам продается очень просто. Если политикам, если люди предъявляют спрос на равенство, а главный аспект неравенства – это богатые люди, значит, богатых людей нужно просто логообложить, даже вот так, логообложить. Вот. Поэтому, здесь, вот, вопрос регулятора реформулизатора общества, собственно, связанные вещи, когда экономические решения принимаются не конкретными субъектами, а чиновниками на основании, там, разных страхов, предупреждений, мифов и все прочее. Компилятор чужого, вот, это тоже, еще про нас, потому что я вот даже, ну, ладно мы там, мы особо, наша экономическая школа белорусская практически не существует, у нас есть разрозненные, такие хаотичные постмарксисты, которых, вот я в следующем пытаюсь как-то их квалифицировать, их квалифицировать нельзя. И вот я всегда же, часто разговариваю с ними, они говорят, мы преподаватели. То есть, кто ты, какой экономической школе ты думаешь, я преподаватель, я должен говорить о всем, я не про это говорю. Я говорю, ты лично, ты в какой-то школе работаешь, какая-то парадигма у тебя есть, нету, вообще такого нету, боятся. Но, когда я говорил там, вот с Игнатьевым, бывшим главой центрального банка, с Кудриным, имея разговор там, с Улюкаевым еще в свое время, с Володимом, вопрос был такой, друзья, что вы конкретного, уникального придумали для России, которое было бы лучше, чем то, что вы соимствовали от Запада, вообще с мировой экономики. Ничего. Вся матрица, не Шура, а Development Economics, четко используется центральным банком вообще правительством России на протяжении последних 25 лет. Ничего оригинального в денежной политике, ничего оригинального в фискальной политике, ничего оригинального в реализации, ничего они не придумали. Даже схемы откатов коррупции все времены давно были апробированы либо в Латинской Америке, либо в Италии, и просто русские в это встроились. Поэтому произошла просто компиляция чужого в том извращенном варианте, который мы еще не видим, потому что института захвата государства ФСБ и органы спецслужбами это такой уникальный кейс для России. У нас же произошел другой захват. Но опять, формально это не захват, потому что формально у нас собственность еще там не продала. Когда мне говорят, у нас же все распределено. Контроль, да, над потоками, но формально это еще статуса собственности не имеет, и мотивация управляющих совершенно другая. Изолятор необычного, опять-таки к тому, что у нас, например, PayPal, который появился сколько лет, 20 назад, наверное, да? Мы до сих пор его не имеем. Да? Литающие автомобили... Полноценные. А? Ну да, ну я вижу, что я пошел. Ты можешь потратить отсюда, но не можешь получить сюда. Ну, то есть, так и иначе, это не подлоценный институт, который должен работать, да? То же самое многие вещи, там, криптовалюты мы не можем делать, да? Мы не можем там, 3D-принтинг по национальности не можем делать. Куча всего такого технологического, которое может прийти вот, и необычное, да? Построить дом при помощи 3D-принтинга за, там, 50 тысяч долларов, при помощи итальянской технологии. Или там, японской технологии, или там, австрийс. Мы тест мы ввести не можем, предварительно ее не сделали. Ну да, то есть, ты должен сначала пройти этапы там разные, то есть, а так иначе, ограничение, ограничение, необычное. Я не знаю, честно говоря, я очень осторожно смотрю на попытки Национального банка использовать блокчейн, потому что блокчейн, это такой маленький сюжет отношений информационных, разных, там, значит, информационных ресурсов Национального банка, но использовать блокчейн в органы госуправления, это просто сделает сегодняшнюю систему вообще, ну, архаичной, не нужны. Поэтому я думаю, что когда до наших полисе-мейкеров дойдет смысл блокчейна, тогда у нее будет уготована вот там резервация где-нибудь в рамках какого-нибудь там вежбанковского информационного сообщества, не более того. Ну и метатор социальности, это тоже совершенно очевидно, потому что, когда говоришь про среднюю минимальную заработную плацу в Латвии и в Литве, вот у нас такое, очень такое, ну, негативное отношение, скажем так, снисходительное отношение к тому, что делается в странах Балтии, вот, но когда они говорят про свои страны, про среднюю заработную плату, минимальная заработная плата и размер пенсии, понятно, что это не, если бы у нас была социальность, если бы у нас была конкурентная экономика, то у нас совершенно другой уровень заработной платы. Но, к сожалению, у нас так и есть, поэтому имитация социальности для меня выражается в целом ряде показателей. Например, в Неверной стране развитой, которая уже прошла этапы реформ, нету такого структура потребления, как в Беларуси. 42% расходов потребительских на продукты питания, это абсолютно говорит о неформированности вообще всей экономики в целом, потому что в Америке там меньше 10, в Америке у нас уже около 12, то есть, это просто мы работаем на туалет, на еду, вот, там и средняя белорусская семья, если мы говорим про пенсионеров, тогда у них потребление продуктов питания в корзине вырастает там до 50-55%, соответственно, если вот сейчас одна из таких блокировок для правительства нашего заключается в том, что если мы повысим жилищие коммунальные услуги до уровня там 100% покрытия сдержек, то что тогда будет за счет чего тогда вообще это происходит это корректировка, вот, не понимаешь, что на самом деле там и там должна быть конкуренция, тогда придут питания даже стоить кардинально меньше, вот, и один из вопросов как сделать так, пенсионеров, как бы нашими сторонниками бизнеса, это просто объяснить людям, что ежегодно домашнее хозяйство переплатит на продукты питания 300-400 долларов, то есть, мы бы платили настолько меньше, если бы у нас были мировые цены не субсидированы, мировые цены на продукты питания хотят, вы знаете, что творится там по продукту питания в наших семи странах, причем, опять, мы говорим, что где-то дороже, что-то дешевле, мировая цена является цены ООН продовольственной комиссии, которые дают цены, например, экспорта килограмма свинины, килограмма курятины, килограмма, ну, всех этих базовых продуктов питания, и посмотрите, сколько это стоит, например, как курятина по 70 центов превращается, во сколько у нас она стоит в магазине, в хозяйке? 2 доллара. около 3 доллара, 70 центов, ну, вот, смотрите, 70 центов оптоцина, цена экспорта, там, фо, производитель, и вроде-то такой, по 3 доллара. Вот, смотри. А почему так? Это какие-то налоги по городу государства, или, как бы, бизнес? Все правильно, значит, тут все вместе, на самом деле, потому что, практически, нету ни одной страны в мире, кроме Чили и Новой Зеландии, которая бы сделала свободный импорт, да, без пошлин, без неких особых режимов, да, то есть, получается, здесь олигополитические вещи, связанные с рынком, да, это первый сюжет. Второй, это то, что есть налоги правильные, справедливые, есть импортные пошлины, существуют, и в этой курятине, в разных продовольственных товарах вот сидит эта вот дельта государственных, рента монополистов, олигополистов, и, конечно же, налоги. Если бы была свободная конкуренция, продукты питания в заросе стоили бы несравненно дешевле, причем есть, знаете, такая вещь вот, тоже, над которой там борются многие европейские, американские, значит, регуляторы, сейчас сейчас, моральность. Моральность, когда ты кормишь бедных, да, продукты питания, которые дешевые, там, ненормальные, да, и вот, когда вы знаете все, особенно в бизнесе, там, за неделю, там, не за две недели, до сечения срока годности, там, два-три дня, цены на продовольствие резко снижаются, соответственно, это можно купить там, вообще за какие-то гроши. Так вот, согласно регуляторной, налоговой законодательству стран этих, это делать нельзя, и там, объем продовольствия, которое ежегодно выбрасывается в этими магазинами, оптовыми базами, там, это, сотни миллиардов долларов. То есть, грубо говоря, когда обвиняют капитализм в том, что он так плохо работает, потому что он не уничтожает продукты питания, а бедные голодают, потому что, сволочи предприниматели хотят кормить бедных голодающих, потому что, говорит, я могу послать в, там, в Африку, не знаю, что угодно, туда, глубокий Самаровский, но, мне заставляют столько платить за это, что мне бы выгоднее просто этого уничтожить. Давайте. Просто смотри, как я понимаю, конкуренция снизит маршрут прибыль, да, прибыль перепродавцов, но акцизы, налоги, тарифы, они же все останутся, все же. Я абсолютно правильное замечание, просто они не останутся, если мы пересмотрим функции государства, потому что очень важный вопрос, куда идут эти деньги. Если мы опять будем говорить про вот это, конечно же, ничего там не поменяется, и у нас будет какой-то гэк, да, а если мы пересмотрим функции и полномочий государства, тогда, например, мне зачем содержать Белый Лег Пром, там, Белый Лес Бум Пром, и многие другие промы, холдинги, которые сосудят нашего бюджета, соответственно, мы, вот разговоры там всегда, когда мы говорим про взаимосвязанность наше предложение по рамках платформы, мы говорим, слушайте, уберите там 10% пунктов МВП, вот, потому что это мешает, сократите налоги вот на этот 10% пункт. Они говорят, откуда, откуда мы деньги возьмем, потому что нам нужно 43. Мы говорим, слушайте, давайте вот этот вопрос решать в рамках дискуссии о бюджете, о функциях и полномочиях, потому что Лукашев нам сказал, радикально пересмотреть функции полномочия государства. Он сказал, сказал, давайте мы интерпретируем это и сделаем так, чтобы бизнесу было хорошо, государству хорошо, и опять-таки мы говорим о приоритетах. Когда у тебя денег много, бизнес вроде хорошо идет, ты можешь позволить себе на 20-30 проектов туда-туда-сюда. Когда у тебя кризис, ты шик, ты проанализировал бизнес, понимаешь, что у тебя фо-бизнес, там получаешь прибыль, там получаешь прибыль, и все, что не нужно, ты либо продаешь, либо закрываешь, либо консервируешь, как угодно. Просто самое здесь, в государстве, когда, типа, вот вы не получите денег, либо ты сокращаешь, убираешь пошлины импортные, как делаешь с малоткой экономики, мы маленькие очень, поэтому нам иметь импортные пошлины, нужно либо все поски на все товары, грубо говоря, чтобы нас никто не обвинил в том, что мы делаем там страновой демпинг, да, то есть становишь пошлину 3% на все, то есть банально, все инвозь есть, 3% автоматически платишь, как фискальная мера для поддержки, там, учителей, пенсионеров, все прочее. Ты знаешь какой-то объем экспорта, или импорта, выравниваешь конкуренцию, в общем-то, ну или, что? Офис. Что-что? Офис. Да, ну, ты, информируешь всем, что нужно для кофе. Саша молодец, я в шоке была! Я-то уже не поняла, что... Вот, это механизм, который, опять-таки, можно сбалансировать в случае, если ты понимаешь, что тебе нужно убрать, что лишнее, да, и что плохо работает. Вот, поэтому, так иначе, нужно анализ, чтобы, что токсичное, что нетоксичное, без чего можно пережить, и что, главное, могут делать бизнес лучше, что может делать гражданское общество лучше, потому что, так иначе, нужно сбалансировать, когда мы говорим, инклюзивность развития, да. Тельзин очень красивый, я наполняю его сегодня смыслом, инклюзивность предполагает, что некоторые функции, которые сегодня имеет дело государства за счет гражданчиков, могут совершенно спокойно делать гражданское общество, может бизнес, исходя из своих ценностных установок, и не беря за это деньги из бюджета. Это очень важный сюжет, да, потому что, если, например, мы будем все делать государство, там не хватает, там, не знаю, там, дороги какой-нибудь, телемоста, вот прекрасный пример, вот, конечно, я показывал, дорогу, которую сделали сбросившие жители, или какого-то небольшого поселка, там, небольшое усиление, вот, дорога стоимость, дорога, казалось, там, сколько выросли? Три раза дешевле. Три раза дешевле, чем дорога, которая построила бы дорожная казахстанка. Великолепно, великолепно, вот и все, то есть, для этого нужно, чтобы полномочия, то есть, выливайте привязь дороги, чтобы они это сделали, и это где-то отвечали, тогда вот, это бы... Друзья, нормально, хорошо, хорошо. Поэтому здесь вот вопрос, а, Даша, есть много мифов, и те, которые из вас все изучают экономику, знают, классические примеры, там, public goods, то есть, общественного товара, который обязан быть в руках государства маяки, да? Типичный пример злоупотребления, да? Оказывается, исторически все маяки были частными, вот, частными, не государственными. Поэтому это был как раз тот good, то, значит, та услуга, которую делали частные компании, но лжеученые фейкс-ньюс создали, и тогда начали зомбировать весь мир, в связи с тем, что, на самом деле, вот эта услуга должна быть государственной. Ярослав, а вот в Эстонии военно-морской флот, когда перешел в частные руки, он был распродан? Ну, все, ну, сколько, ну, все, продали. Он не нужен оказался, он не нужен договор. Левик, хорошо, как решили эстонцы вопросы безопасности? Они заключили договор с НАПРО. Не заключили, они вступили в НАПРО. Вступили в НАПРО. Вопрос, смотрите, у нас тоже есть позитивная экстерналия путем соглашения договора с УДК. Мы либо сами можем создать свои вооруженные силы, либо мы, грубо говоря, используем некую зонтик безопасности, как мы его понимаем. Если мы считаем, что это и есть источник позитивного какого-то услуги, мы просто ей пользуемся. Вот, и то же самое, например, если бы мы считали, что мы не можем позволить себе белорусский рубль, мы бы взяли там российский рубль, и там доллар, и евро, и все вместе, и, собственно, не тратили бы деньги на поддержание Рационального банка, на это все, а пользовались бы этим институтом для того, чтобы там бизнес развивался или не развивался. Поэтому здесь… А? Я ошибаюсь. Окей. Поэтому вот правильно Максим как раз подвел нас к этому вопросу. Каковы должны быть функции государства для того, чтобы… У нас кризис, да, у нас кризис, 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 улыбок, все упадческие настроения, где нет ничего, да? И вам нужно выбрать, выбрать из этого всего одну функцию. Только одну. Только одну. Только одну. Вы выберите функцию. Там мало. Одну. Нет. Вот это сделать, понимаете? Просто у вас там… А, там человека, да? Там… А, соли, соли. Вот. Вот. Защита жизни и здорового человека. Гармоническое развитие личности. Создание и справедливо общества равных возможностей. Да. Обеспечение устойчивого балансированного инклюзивного роста. Социальное защитие населения. Поддержка инновационных, стратегических, важных, перспективных направлений развития. Развитие регионов. Балансирование культурного развития. Первую. Первую. Я говорю, первую и это… Вот такое и что такое сделают. Вот. Есть люди, которые выбирают не первую. Потому что на самом деле первую, да, такое классическое… Я бы, честно говоря, здоровье даже оставил, потому что здоровье позволяет тебе интерпретировать что-то по-другому. Но тем не менее, ну хорошо, жизнь и здоровье оно есть. Да. И вот мы если выбираем, правильно абсолютно Анатолий говорит, что любые такого рода общие положения, они позволяют чиновникам интерпретировать, что такое вообще жизнь и здоровье там, и как мы его защищаем. Да. Жизнь и здоровье того, что ты в интернете прочитал какой-то сайт по поводу того же призвающий там «синие киты». Вспомните это сейчас в два года, да? Что с ним делать? Это вот его блокировать, запрещать, регулировать, если есть «синие киты». Да. Ну поэтому, чтобы избежать этих многих полкований, и самая точная формировка – это недопущение агрессии. Да, да, да. То есть, если мы пишем недопущение, функция государства – недопущение агрессии, вот, это как бы, ну, как бы, в Конституции, представляете, недопущение агрессии. Ну вот тоже как-то не звучит. Против человека. Да. Мы же создаем агента для определенного государства – это орган, который образуется для дополнительных каких-то функций. Вот, функции могут быть совершенно разные. Ну вот это вот то, что это, там, часть только, потому что их там тысячи-четыре этих функций, да. Я сделал вывод, что вот ошибкой стратегической, там, 99% этих программ развития, о которых я говорил раньше, помните, ООН и так далее, является то, что там вот эти все функции возложены на государство. Сейчас мы к этому придем. Просто, опять, я логику пытаюсь, вот, как бы, делюсь своей логикой, того, как нам сделать новую нормальность в Беларуси не по матрице ООН, не по матрице МВ, Всемирного банка, да, а, грубо говоря, анализируя то лучшее, принимая то лучшее, которое есть в мире, и основываясь на очень четкой такой солидной научной основе. То есть мы не занимаемся тем, что я абсолютно критиком являюсь МВФ, считаю, что МВФ больше сделал зла, чем добра. Если бы МВФ, ООН и Всемирный банк завтра исчезли, миру было бы лучше. Это вот моя четкая позиция, вот, потому что если взять там все плюсы и минусы, вот, очевидно, что это больше институт, который дает больше зла. Поэтому я там, когда говорят, вот они западники, поэтому они за это, это совершенно не так. Мы говорим, нам нужно быть солидная научная основа. Вот я вам немножко сказал про теорию бизнес-циклов, я могу вам сказать про теорию процентных ставок, теорию капитала, которая является источником, там, вот, Мизис, Хаек, Хаберлер, люди, которые, ну, реально очень классные ученые, которые это все писали, описывали и там объясняли. Есть там теория экономического расчета. То есть у нас, вот, в отличие от моих компонентов наших, у них нет такой солидной базы для того, чтобы строить новую нормальность. Нормальность строить исходя из того, что есть те же старые институты государства, которые нужно там погрить и подкрасить. Погрить и подкрасить я бы не хотел, потому что это либо привело нас в состояние Украины, в истории Украины то же самое, либо в состояние России, либо высоснанность. То есть либо так, либо так. Это было бы очень серьезное ограничение наших, там, условно, угроза для нашей суверенности. Вот, поэтому, понятное дело, что если мы выбираем это, значит, это дает нам, то есть если мы это приняли, знаете, как логика рассуждения, потому что Саша говорит постоянно, то есть вы логику, сидите за логикой, потому что, исходя из этого, вы выстраиваете всю логику бизнес-процесса или вы шлите на процесс. И вот это сюжет, который мне навеял, конечно же, Сергей сегодня, потому что это шикарнейшая иллюстрация того, как благими и намерениями можно быть вымощена дорога в ад. А где автор? Зайчик, это белые пушисты, да? А автор где? Ну, где-то автор там работает с кафешками, вот. Потому что министерство государственной равновесии, да, это вот фраза звучащая, ну, как, знаете, красивая такая утопия, да, потому что потом объясняют, нужно потом столько чиновников, сколько нужно функции, и потом мы будем определять такие значения. То есть, если объяснить, то как у нас спор был с Мариной, с Викторией, относительно того, по поводу вот этой мел-функции бизнеса, да, сначала была фраза одна, потом пошло разъяснение, мы все поняли, что на самом деле нужно ориентироваться на потребителя, если вы хотите, вы будете успешны делать. Собственно, с этим, наверное, мы не спорим. То есть, в конце концов. То есть, самое здесь. Я все интерпретирую, это как мы определяем вот эту функцию как единственную для государства в жизни и здоровья человека, соответственно, мистерство государственной равновесия является, вот, два мистерства есть, да, это и, и больше ничего, наверное, про это все равно мистерство, да, ну, тогда, наверное, есть какая-то логика. Но, скорее всего, когда речь идет о равновесии государства, да, тут очень много аспектов возникает. Равновесие от чего с чем? Земли, то есть, вот, Леуфер и Штарелл тут есть, земля, труд, капитал, предпринимательская инициатива, да, вот, может, этот баланс. Тогда это вообще размывается, потому что, на самом деле, говорить о балансе, вот, там, показателей количественных очень сложно. А может, министерство счастья нам надо? Нет, ну, это логика другая, потому что, эмоциональное равновесие, да, или, сейчас, там, целый ряд ученых предлагают считать балл эмоционального счастья. Может быть, это в этом внутри? Да, это слава другого. Кстати, а знаете рекламу в Эстонии? А знаете рекламу? Счастливый человек. Вот, там так и прописано интересно. Счастливый человек довольно интересно. Счастливый человек довольно интересно. И, в целом, он будет так действовать. Если у него только есть возможность интерпретации, Кавасе будет. Потому что, вот, вопрос равновесия, вопрос счастья, вопрос других таких концепций, которые требуют пояснения, это будет написано там, 29 инструкций, по 1000 страниц каждое, где можно будет мелким щитом записать то, что нужно конкретному чиновнику, в цельной ситуации, и бизнес, на самом деле, ничего не получит. Больше того, еще будет еще хуже. Потому что будет то же морализаторство. То же, друзья, пожалуйста, давайте сюда все. То же морализаторство, те же вмешательства в любую структуру производства, потребления и распределения, ничего не поменяется. Но очень важно, чтобы это понять. И вот тогда мы сделаем предложение от бизнеса. Знаете, во что-то может вывести, да? Вот наши идеологи услышали это предложение, позвали Сергея на телевидение и говорят, вот такое предложение есть от лучшего предпринимателя молодого предпринимателя. И вот приходят там министерство информации, наши главные идеологи, говорят, давайте сделаем Беларусь согласно концепции молодого предпринимателя, чтобы было министерство. Ну, конечно, министерство мы немного создавать не будем, но надели парламочия управления динами президента или администрацией предприятий. И вот вот эта ракурсия можно в сумме повесить вместо целого склона в виде дополнительных пособий, льготных кредитов, таможенных ставок, особых льготных режимов, которые мы сейчас плодим, как не знали что. И это будет в рамках этого равновесия. Потому что все будут говорить, ага, вы заражаете, вроде бы возможности, да? Там Могилевские районы, Могилевские предприниматели и жители региона не имеют равных возможностей с Минском, поэтому мы дадим им льготы и льготные аппетиты, и пусть они там развиваются. Это не имеет никакого значения на развитие, но тем не менее льгот существует, и мы начинаем все это разрывать Беларусь на вот эти лепадовые пятна госуправления. Поэтому здесь вот очень важно формулировать предложение, которое потом можно защитить без вреда для себя. Это предложение незащищаемого, абсолютно без вреда. Это вот как устойчивое развитие. Что еще осложняет нашу жизнь? Это, собственно, спрос на Левиафана. В моей тюрьме сломались стены, охрана мертвая лежит, и кто теперь меня накормит, и кто позволит погулять? Это вот мы. Потому что мы вот традиционный классный сюжет. Убить дракона, зачем свобода нужна? Мы это все прекрасно понимаем. А кто мне пенсию будет платить? А кто меня вылечит? А кто меня научит? Как вы так слушаете? В бедной африканской стране частное образование стоит там копейки и учат всех в Африке. А почему-то есть какое-то предположение, что если мы упраздним метеорство образования, то белорусы будут ходить не обученные, боссы или пьяные. То есть это все, понимаете, страшилка абсолютно, потому что люди привыкли к кодекам или пенсии. У тех, кто родители пенсии, все прекрасно понимают, что родители думают, что государствами платят пенсию. Более не государства, а Лукашенко им платят пенсию. Да нет. Таких уже не осталось, похожих на жертвы. Поверьте мне, остались. Они есть абсолютно, они знают. Ладно, что вы сделаете на эту скорость, выйдете на новую жизнь. Опять, потому что есть убеждение, что опять это благословение чиновников, что они делают такую услугу социальную. И понимаете, когда коробят меня, даже я пенсионера никогда не буду, потому что на пенсию никогда не выйду, я тебе такое повреждение принял, что это они пенсионеры иждивенцы. Это, наверное, самое большое оскорбление в отношении людей, которые проработали там 30-40 лет. Они заслужили, заработали свое, а им говорят, вы иждивенцы, потому что вы, сволочи, получаете государственные пенсии. Потому что он еще живет. Потому что он еще живет. Ну да, потому что мы же еще еще были замечательные. Если тебе спрашивают, что на пенсии хорошо, никому не верят. На пенсии отлично. Анатолий тоже никогда на пенсии не будет, потому что она работает. Я уже 24 года. Поэтому, друзья, вопрос в том, что мы всегда думаем, откуда идет спрос на большой лилиофан. К сожалению, спрос идет от нас, и от нас, конечно же, не узкая группа предпринимателей, а широкая группа, то, что называется, общество, образование. Или попробуйте делать опрос среди предпринимателей. Или предпринимателей, учителей, вузов, школ. Согласны ли вы с приватизацией пенсионной системы? Я думаю, что 95% скажут, мы категорически провоцированы. Или, например, скажите вопрос, относительно того, что мы введем реформу медицины и будем частные накопительные медицинские счета и ввести консинговую. Нет. Я говорю, вы что? А, как-то помню, в рамках ОКС я был в Министерстве здравоохранения. И вот мы обсуждали предложение этой платформы, там относительно создание, выравниваемое условие для частного и государственного сектора в ценообразовании, стоматологии. И там какой-то юрист выходит в Министерство здравоохранения, абсолютно такой сталинийский парень там или девушка там, вот женщина, женщина. Я говорю, слушайте, вы что, вы какой-то рынок, какие-то услуги, экспорт услуг предлагаете, конституционное право, бесплатные, медицинские услуги, точка. Нечего обсуждать. Эндовстоп. Когда последний раз ты к стоматологу не задаешься? Нет, вопрос. Таня, это люди особой категории, особой стати, которые не понимают факта. Это просто ты говоришь ему, а там можно же сам. Вот и всё, и больше ничего. Поэтому тут вопрос в том, чтобы опять люди, если у нас люди, заметьте, если, вот мы, беларуси, да, задают вопрос относительно того, готовы ли беларусы к зерночной реформе, когда это не реформ, да, там 70% мы за зерночной реформой. И потом начинаешь там, задать вопросы, что это такое. И в конце концов, ты выходишь на то, что люди даже против либерализации цен. Потому что не думаю, что если мы отпустим цен, это всё, предприниматели, сволочи начнут там, зажим, значит, все соки выпивать с них, да. Даже такой вопрос, который мы обсуждаем, относительно того же белков союза, да, обратите внимание, да, мой любимый кейс, потому что белков союз, это, ну, исчадие зла вообще для, для сельской местности, для бедного населения. Причём, тогда говорится, вот у нас вроде бы, знаете, вот на, там, знамена социального государства, да, забота о бедных людях, там, выравнивание города из деревни, ну, когда речь идет о практике, реализации этого всего, получается, что люди в селе платят больше, выбирают из худшего, там, безобразное количество нарушений, связанных там, с качеством, ассортиментом товара, с платёжками, со всем, со всем, и эта система, вообще, да, это всё зло есть, причём, люди садят в тюрьму, одна, вторая, пятая, третья, и то ничего не делает. А вы предложите, например, вот я, когда-то там, предложил, продачи, просто людям, на местах, если есть какой-нибудь там, маленький магазинчик, маленький магазинчик в Бешенковичах, мы из жителя Бешенковича собираем, вот, друзья, магазинчик, там, копейка первая, там, или вот седа в ружанах, и вы продаетесь. Я хочу сказать, что, ну, я тоже против вас, федерации, мои любимые, но, они обслуживают население в деревьях, в маленьких деревушках, а у нас очень много деревушек, где 5-10 домов. Деврал, тебя тут уже есть. Друзья, очень просто решается, вопрос, Света, решается вопрос, с гораздо меньшими издержками и затратами. Я согласна. Потому что идет, вот я прихожу, я располком, да, я хочу, чтобы там, имели возможность покупать в том же режиме, хотя бы, деревни, я Свете даю деньги на бензин, на это, я нас совершенно спокойно доставляю. А лучше еще сделать конкурс, среди предпринимателей, там, разных торговых организаций, которые будут, собственно, обслуживать регион. Вопрос, лишается девять даров. Это, опять же, та же страшилка, о которой мы говорим. Типа, если не будет белтоп-союза, то бей на наши, там, жители, поселок, ну, в том-то и тем. И вы решите, ну, в 88-й год, в Минске уже в то время создали авторозницы, называлось, создали, значит, автолавки, они были водители и продавцы, и они уже в то время обслуживали Россию. Мы об этом уже и говорим. Но, опять-таки, почему все упирается, что если Лукашенко начнет делать эту повестку дня, он наткнется на отторжение населения, которое не информировано, которое задает эти вопросы. Потому что оно привыкло, что у нее там есть этот поводок, привыкло к тому, что они там, вообще не понимают, что такое государство, фундаментальные институты. Поэтому они уже, а мы, наша еще одна такая, большая такая миссия предпринимателей и гражданских активистов, собственно, объясняют людям фундаментами вот эти базовые вещи, которых и школа не учат, и вузы не учат, и ничего. Это мы. Это вот то, что, Саша говорит, конституция, это мы народ. Давай объяснять. Даже мы же решили, это же наше дело. Вот. И вот это был спрос. А вот это предложение. Штоматолог может? Да. Где тебе есть? Может, штоматолог? Вот. Это вот как раз то, что вот в Украине есть, или в России есть, или в Белоруссии так или иначе есть, то есть может не в такой форме, потому что у нас не было вообще предложения такого. Вот. Потому что вот все, все хорошее, да, все хорошее, что может быть, это 25 лет так происходит, там, в Украине покупают голоса, у нас назначают, в России там, запугивают, но смысл, собственно, в одном и том же, да? Смысл в том, что начали больше, что покупали, а сейчас вот здесь. Вот, собственно, это наша реальность. То есть, фамилии меняются, стоматологу ходят, улыбки делаются какие надо, там, лучше. Российский флаг на груди остается. Да, это российская картинка просто, потому что там, может, флаги можно менять, слушай, на самом деле здесь жевто-блакитный поставь, то же самое, имеет значение. Флаги, это вот, бразильский флаг, да, поставь, не знаю, там, британский флаг, когда Джеймс Корбинд, там, 45% получает избирателей Британии, это то же самое, то же самое дерьмо. Поэтому, когда мы говорим про общие проблемы, мы говорим про то, что это проблема не белорусская, проблема общемировая. и мы проигрываем, мир проигрывает именно потому, почему вот эти конфликты начали возникать. Одно из последствий вот такого вот отношения является того, что у тебя денег не хватает, ты начинаешь кого искать? Чужих. Кто виноват и кто чужие? Мигранты, евреи, западники, богатые, столичники, американцы, русские, там, не знаю, Ватикан, РПЦ, спекулянты. И, знаете, у каждого своё, какой-нибудь свой набор этих вот виновников, на самом деле, на сути, одна и так же, потому что вот, собственно, пирог подсуживается, и хочется жить за счёт других мужчин. Миша, хотел что-то сказать? Миша, хотел что-то сказать? У нас флаг сине-жёлтый, а не просто плакет, что-то так. Синя-жёлтый? А почему же это жёлтый? А почему жёлтый? Что-то плакитный. Я не знаю, что-то. Нет, плакитный, это синий, синий, жёлтый, это плакитный. Синий-жёлтый. Синий-жёлтый, окей. Просто я, как бы, да, вообще, повторяю. Вот, и это вот, сейчас вот я вам скажу про самое большое зло бедорусского законодательства, которое вот категорически, вот даже если мы не начнём какие-то реформы, вот не знаю, юридически есть, это вот как вот можно радикально улучшить условия деловой среды, минимизировать потери бизнеса в конфискации, национализации, государства регулирования. Вот самая страшная часть речи, это прилагательная. Абсолютно страшная вещь. Почему? Потому что они подвержены гигантской коррупции в интерпретации. Вот эти вещи, справедливые, гармоничные, старинтированные, правильные, равные, общественные, перспективные, нормальные, богословительные, достойные. Всё это там есть. Там ещё больше есть, да? Недопустимо, нецелесообразно. Недопустимо, нецелесообразно. Так или иначе. Представляете, вот тогда чиновникам, значит, они уполномочены интерпретировать вот это. Они интерпретируют его, исходя из того... Вы не чувствуете свою жерсть государства. Вот, вот, вот. И опять, самые благие намерения могут превратиться в ад для предпринимателей, для жителей, для пенсионеров. Потому что, когда я не думаю, чтобы был такой циничный вообще сюжет в Советском Союзе, чтобы собрались эти там партийные боссы и сказали, слушайте, давайте мы через 20 лет всё равно мы там бросим пенсионеров, ну, и пусть они как умерли. Я просто думаю, они думали, что намерения были совершенно другие, более-менее благородные. Вот. Мы почему-ли национальные, значит, не позволяем делать конкуренцию в среде здравоохранения, потому что мы считаем, что здравоохранение должно быть доступно там, для обыкновенного работника, там, медсестры, или там, бухгалтера, или библиотека. Существенно, вот эти намерения, да. Вот намерения, да, реализация очень, гигантская пропасть, вот, и поэтому вот, если у нас не будет эти прилагательные, то тогда у нас будет радикально меньше возможностей для извращения, для того, чтобы потом этот леофан рос. Вот это вот очень такая питательная среда для любого леофанта, причём в любой стране. что если вы берёте, например, там, справедливый, справедливая цена на молоко, и вы начинаете думать, блин, какая, на кое молоко, какая цена. Поставили цену ниже, значит, ты начинаешь манипуляцию качества. Чёткий сюжет, доказано уже на тысячи фактов, как только вы устанавливаете цену, значит, рыночная цена вот здесь, здесь предельная цена, значит, что делать предприниматели, они резко сокращают качество товара, либо сокращают, как сейчас происходит, объём товара, то есть, вес товара. Видите, там, не литр, а 900 грамм, 8, 8, 8, 8, 8. Ну, это же, более того, что происходит, ещё интересное. Когда, например, вот, знаете, товары, купленные, например, в Белоруссии, с транспортальной корпорацией, отличаются по качеству тех, которые куплены и в странах, и даже в странах в Восточной Европе. Тоже кофе. Кофе ловаться в Италии, кофе ловаться в Польше, кофе ловаться в Белоруссии, это совершенно три разных напитка. Стиральный порошок в Америке, стиральный порошок в Германии или в Белоруссии, это разные порошки. Карточки, купленные в Европе, не подходят. Территория, я оттуда никого не слышу. Поэтому здесь, опять, какие-то, в структуре этого производства есть какие-то активные компоненты, которые дорогие, и просто не досыпают, не заменяют какими-то другими, собственно, и получается вот такой сюжет, для того, чтобы соответствовать некой ценовой политике контекстной справедливости. То же самое, как касается первых пунктов здравоохранения и образования. Правильная цена на какую-нибудь медицинскую процедуру. Вот за счет чего наша, кто является там жертвой ценорегулирования монополии в нашей белорусской системе здравоохранения? Анатология. Врачи, в целом, врачи. Врачи, например, смотрят, что мы, малая экономика, у нас должны быть цены, режим оплаты услуг, примерно таким же, как в мире. Плюс-минус, смотрите, сколько у нас врач зарабатывает, сколько зарабатывает врач в Америке. И даже в Польше, в Америке. Вот это есть пример неэффективной конкуренции врачи. Поэтому у нас первая по спросу профессия на рынке труда это медработники и врачи. Потому что идет типичное нарушение закона экономики. Вы установили минимальную, предельную цену, максимальную предельную цену на услуги медработников, цена рыночная вот столько и получился дефицит. Просто, знаете, вот это базовый закон, вот если бы просто хотя бы этот базовый закон наши чиновники выучили, это было бы замечательно. Знаете, столько написано про него, это работает везде, причем на любом рынке. Нью-Йорк. Идиоты в Нью-Йорке поставили предельную ставку аренды жилья, которая оказалась гораздо меньше инвестиционной окупаемости. Что превратился к горле? В помойку опасную для всего города. Сняли ограничения по аренде, нормально все пошло развиваться. Везде, где есть ограничения, сейчас недавно, вы знаете, штаты повысили разную минимальную ставку работы за часу до 15 долларов. Ну вот, все, начали закрываться разные такие кафешки, переток рабочей силы из штата, потому что за 15 долларов в час нельзя окупить бизнес. Ну, кстати, это было мнение Генри Форда, он ошибался, он говорил, что счастье начинается с 15 долларов в час. Генри Форд был фашистом, мы это все знаем, поэтому, ссылаться на фашиста, я бы, тем более, не экономиста, я бы не стал. Ну, был, хороший машин сделал, стремился к монополии, пролетел со своей концепцией, помните, все машины должны быть все хороши, пока они все не черные, вот, и все такое. Вот, поэтому вот эта вот вещь, которой мы боремся с этим прилагателем в наших актах законодательства, как можно, но они остаются там по-прежнему, и очень сильно нас дают. Новая концепция, вот эта вот нарождающаяся нормальность, конечно, является информационная безопасность. Вот, опять-таки, если мы говорим про рынок информации, если мы говорим про министерство информации, госсми, гостелевидение, радио, газеты, и право забирать лицензии и блокировать санкты, то, опять-таки, мы видим, что информация государства это вот тот самый код, который говорит, что кода не существует. То есть, это вот пример того, какие манипуляции можно допустить, если у тебя есть конкретные интересы. То есть, по моему глубокому убеждению, одной из ошибок 25-ти лет реформ, которое было совершено всеми, причем, участниками постсоветского, постсоциалистического периода, было негритическое отношение к информации. Поляки нарвались на это тоже, чеки нарывались, венеры нарвались, когда они считали, что должно быть там государственное телевидение. Потом попытки создания публичного телевидения в общественном телевидении везде провалились. Причем попытка российского общественного телевидения, польского общественного телевидения, там куда-то другого, они, собственно, тоже показали, что это укрыли. Было это как-то общественное телевидение громадное? Так до сих пор. Ну, вот это вот. Тут было несколько попыток. То есть, произвести модель BBC пытаются многие, да, но никто не успел, потому что для того, чтобы было объективно существующее телевидение, нужны очень сильные политические, гражданские институты и представление о том, что есть какая-то структура дискуссии и поль. Вот это тоже следствие того, где мы находимся. Вот, и часто я слышал эту фразу. Хочу жить в Беларуси по дорогам в телевизоре. Вот это вот мой, видите, вот это. Полная картинка, это телевизионная картинка. Вот. И так, вопрос на статистике, да. Если выбирать нашу статистику и представлять ее в таком креативном форме, да, то вот это будет такая фотография. Совершенно спокойно можно там ссылаться на разные игры. Видите, я бы сказал, что Bloomberg говорит, что у нас одна из лучших систем здравоохранения, мы там 25 годи века. Ну и все. Я беру этот факт, рисую его вперед. Я потом говорю, что мы вообще информационная технология замечательная. У нас действительно информация хорошая, у нас там инфраструктура хорошая, действительно хорошая, дороги хорошие, действительно хорошие. Ты выбираешь 10-15 пунктов, и на основании этого ты можешь бесконечно долго говорить, какие мы крутим. Бесконечно. Вот это зачем? Я говорю, для того, чтобы вот это получить картину. Вот, но если вы хотите там, условно, идентифицировать проблемы, да, вот, тогда, конечно, подход должен быть совершенно другой. Но опять, кто это может делать? Если у нас нет государства в информационном поле как владельца, я говорю, даже регулятор, не говорю, да, как в ней там, не органы, которые создают равные условия правильной игры и противодействуют информационной войне. Что один из важных вопросов, который сейчас сталкивается Александр Лукашенко и нашей официальной власти, что делать с 60-процентным влиянием российских стран? То есть это очень даже неправильно, это совершенно практический вопрос, как не призывать это влияние того, что называют, а вроде бы, информационный канал, на самом деле, каналы продвижения определенной идеологии, на бенадовую салфушку, они начали думать иначе. Вот, и пока вопрос не решается, потому что если начнешь ограничивать, тогда получишь... Ну, в том числе и на бенадовую салфушку. Да, в том числе и на бенадовую салфушку. Нет, я говорю, я по нашим правонарушкам говорю просто. Вот, и вот там АТИ есть, пусть американцы там сами справляются и тоже провалятся. Но вопрос того, что когда там 60% бенадовцы получают информацию, начать информацию от российских СМИ, а мы знаем, как, что это за СМИ, это, конечно, катастрофа. Потом мы смотрим БТ и делаем соответствующие... Это жалкое подобие того, что делает, конечно, Россия. Вот. И вот сейчас мы, друзья, к интерпретации и к Конституции. Вот Конституция, на которой мы очень любим, да. 13-я статья Гридорусской Конституции. Собственность может быть государственная, частная. В государственной статье равные права, да, и так далее, и так далее. И вот она, смотрите, всем равная возможность свободного использования способностей, бла-бла-бла-бла-бла. То есть великолепная статья, появилась туда, там, есть много тех людей, я слышал, там, минимум 5, которые говорили, это моя статья. Вот. Никто не знает, как это было на самом деле, но суть в том, что она там появилась, это классно. Правда. Что? Я не знаю, я не знаю. Я сначала Левшунова, который был на сцене стратегии, который писал, работал. Потом Булакова, Кориагина, понятное дело. Кориагин вот, как Лукашенко, а Кориагин, не знаю, но и морщин. Количество лидеров документов приложил руку, да. Поэтому я не знаю. Но судя в том, что есть положение, да, которое, если бы Конституция, Конституция, то есть, Конституция является документом прямого действия? Конституция документов прямого действия по юридическим нормам? Гарантирует равные возможности свободного использовательного способности. В Гражданском кодексе нет определения равных возможностей. Нет. То есть мы в Конституции есть, но что такое равные возможности, никто на самом деле так и не знает, потому что за 25 лет мы этого не приняли. И вот какую интерпретацию я предлагаю. Я предложил ее в органы Министерства экономики включить стратегию развития предпринимательства для того, чтобы это стало частью Гражданского кодекса. Я, Саня Коноплатская, хочу, чтобы она в бланке предложила это, в том числе регистрация президента, начать хотя бы какую-то дискуссию. Вот смотрите, как это определить. Я с точки зрения экономики, но, опять, это творческий процесс, поэтому я не настаиваю на букве, на каждой запятой этого определения, просто суд. Идентичности правовых, административных, налоговых, таможенных, финансовых и других электронных отношений, норм. Вне зависимости от формы собственности, размера, оборота, стороны происхождения, организационно-правовой формы. Предполагать отсутствие индивидуальных или секторальных, налоговых, таможенных, финансовых, арендных, валютных и льгот, особого режима доступа к товарам и услугам, и средствам монополия, участие в государственных закупках, а также перекрестном сфиндировании путем административной фиксации цен. Как вам такое определение? Выношу на ваш суд. Только надо разобраться, все ли ты учел там? Ты все учел? Ты же думал, расскажи. Я реально думал, нет, абсолютно теоретическое, практическое занятие. Я говорю, брешь в гражданском корпусе. Я говорю, если бы, например, мы решим... Самый главный вопрос, один из самых больших проблем – это неравенство условий хозяйства. То, что называется для госсектора, для стратегически важных, для любимчиков свое, а для остальных – ничего. Почему коммерческим организациям? Может, нужно субъектам хозяйствования? Ну, это тоже коммерческая организация. А, ну, ты правда. Они не организации. Согласен, это вот... Субъекты хозяйствования. Субъекты хозяйствования. Я не... Это, конечно, можно там учащать, просто суть, да? Здесь равенство. Мы говорим, что не было особо разных режимов. Чтобы... А теоретически почему-то важно, да? Чтобы была структура капитала, основанная на видении предпринимателей возможности и удовлетворении потребностей потребителя. Потому что, если предприятие, потребитель, или производитель товаров и услуг ориентируется на потребителя, в разных условиях капитал будет течь в те сектора, где он гарантирует максимальную прибыль. Грубо говоря, если возраст на капитале в неконкурентном секторе составляет 80%, а в других секторах там 15-20%, значит, соответственно, так или иначе, туда потечет часть капитала для того, чтобы норма там прибыли, там была с 80% упадет до 20%. Да, вернитесь. А сейчас можно говорить? Что? Что можно говорить? Только дальше, да. Ну, а так важно, ну сколько, извините. Ну, сейчас просто... Вот, это Конституция. Еще раз просто посмотреть, когда... Нет, это просто... Я вот вообще проявляю. Всем равные возможности свободного использования способностей. То есть это так или иначе. Конституция предполагает равенство возможностей условий хозяйства. А, Ярослав, у меня вопрос вот тех, что предлагает... Отсутствие участия в государственных закупках. И вот и все. У меня вопрос по смыслу. Отсутствие. Второе, второе зад. Правильное условие хозяйства предполагает отсутствие. Дальше четвертая строчка... Да, четвертая строчка снизу. Сустремый год. Смотри. Участие в... Да, я понял, да, справа, да. Да, понял, да. То есть предполагается, что участие в госзакупках должно быть без никакого дискриминации. И без конференции. Вот там есть выражение арендных валютных льгот. Я вообще считаю, что льготы здесь слово вообще не нужны. Льготы изъятия всех. А, Анатолий, в том-то и дело. Смысл в том, чтобы, грубо говоря, вот если это статья, как в Гражданском кодексе, да, я обещаю смысл, да, то тогда любые попытки лоббистов сделать себе особые условия, вот где по аренде, по кредитам, по налогам, по таможне, будут исключены. Либо это будет нарушение Гражданского кодекса и является предметом же, грубо говоря, обращения в суд. И если это будет, почему я возьму? Потому что тогда все бизнес-социации, бизнес, там, наши, грубо говоря, стейкодеры бизнес-платформы, да, скажут, друзья, мы за равные условия, вы, в рамках ваших этих преференций, да, вы предлагаете дискриминировать нас. Поэтому мы обращаемся в суд со ссылкой на вот эту статью Гражданского кодекса. Да. Выход из любого кризиса в бизнесе предполагает, как сказал Квасик, сначала сокращение затрат, потом рост доходов. Может быть, мы по этому же аналогу сделаем модернизацию нашего законодательства. Сначала отменим десятки тысяч нормативно-правовых актов, а потом будем вводить новые. Вот, например, вот эти 300 страниц декрета, которые совершенно не работают, это будет противоречить одно другому. Надо сначала вычистить, убрать все нормы лишние. Например, по упрощенной системе налогообложения наворочили столько, что она уже почти перестала быть упрощенной. Да, упрощен, это вы скажете. Смотрите, дамы ключи, что ли? Ну, хотел бы два аспекта. То есть, может, и единообразие это можно и убрать, потому как идентичность более точный термин, а единообразие, ну, когда ИБИС начинает толковать понятие, оказывается, что и единообразие это вовсе не идентичность. Возможно. Ну, я понимаю, что лучше вот так. И в тот аспект, если мы посмотрим на ту статью, в которой идет речь, ну, вот это, как раз кристалмативный пример того, как начинают раздравиться. Да, да, да. И последние три абзаца к вопросу о равных возможностях уже не имеют. И другие объекты. Да, 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 да. Согласен. Давай. Ярослав, скажите, пожалуйста. Такое реализовано в какой-нибудь стране имеется сейчас? Это самый неудачный аргумент, который можете применить. Да. Я просто объясню, почему. Потому что… Нет, нет. Вопрос всегда в том, что мы, вот, еще начиная наша собственная презентация сегодняшняя вообще, да, мы находимся во многом уникальном положении. Да. Мы можем идти по матрице. Российской, там, европейской, немецкой. Какой угол. Да. Мы должны понимать, что мы, вот, как украинцы, как россияне, как молдаване, мы, вот, имеем специфическое отношение к институту государства, к праву и друг другу, да. Поэтому многие советы стандартные, которые были использованы там, в Европейской комиссии, в отношении Молдовы, в отношении Украины, на МВФ с мирным банком, ООН, в отношении, там, десятков развивающихся стран, привели к чему? К олигархату, к коррупции, к провальному государству, к карманам бедности, к многим другим негативным последствиям, которые, собственно, страны, которые многие, там, Ганна, там же, да, вот в раздатках есть, получала, там, на протяжении, там, последних 50-ти лет, там, в разы больше денег от международной организации, чем Южная Корея, имеют доход, потому что население сегодня меньше двух тысяч долларов, и начинали 50 лет с тех же двух тысяч долларов. То есть, поэтому мы, так или иначе, наши, вот, в чем еще важность нашего интеллектуального сита? Мы, как интеллектуалы нашей Медоруссии, о том, собственно, говорили наши, Андрей Николаевич, говорили все, должны увидеть, то есть, использовать наши знания для того, чтобы нам сделать добро, да, и не упасть, там, грубо говоря, в ловушки старых внешних, заимствования институтов. Вот заимствования институтов, типа, я возьму конституцию, помните, Либерия, да, кипичный пример. Либерия взялась, спасала конституцию США, ну и осталась на уровне Либерии, африканской, заколуста, и все получилось. Вот, 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 вот. Поэтому, вот вопрос. Потому что немцы, например, то же самое, немцы превознесли в Украину налоговый кодекс, налоговый решение. И, просит украинского бизнеса, да, насколько они рады немецкому налоговому кодексу. Поэтому здесь… И нельзя лечиться по чужой истории Батиста. Нет, вопрос просто. Мы говорим про институты. Я не слышал, что такого было нигде. Но знаете, если бы вот… Чем можно решить? Да, сейчас я говорю. Если, например, мы берем англо-саксонское право, как это сделал Сингапур, то там, собственно, это один сюжет. Но нам нужно что? Мы же говорим… Помните, с чего он начинает? Мы же говорим леофан. Мы говорим старая нормальность – это леофан, который мы должны трансформировать в государство, которое будет для человека, выполняющее четкие, понятные функции полномочия за определенные конкретные деньги. То есть вот наша задача такая вот стратегическая. Я думаю, что никто с этой задачей спорить не будет. Потому что нам, как интеллектуалам, не нужно там… Да, мы используем и то изучаем, и то изучаем, и то изучаем, и то изучаем, но в конце концов мы принимаем решения и предлагаем тому же Лукашенко, тому же Порошенко или Путину какие-то решения. Если мы предложим решения, которые предлагал Иларионов для Путина, они были во многом оригинальны, против которых шел как бы… Вы слышали же, мейстрим, правительство было против того, что говорила Иларионов, но она стояла. Потому что сотрудка Шерка, если убедить его, Иларионов поет такое смелое предположение, убедить его, что этот институт наш оригинальный, уникальный, который основан на мировом опыте, на традициях и так далее, возможно, он его рассмотрит. Я хотела бы зайти с другой стороны, посмотреть на это предложение с точки зрения адвокатированных в чистом виде. Проси больше – получишь меньше. Поэтому максимальный запрос по как раз изменению, по достижению равенства, если короче сказать, он как раз таки обеспечит хотя бы для нашей страны, приведительно к нашей стране, есть ли вообще такое возможно, хотя бы в минимальной степени равенства, хотя бы в чем-то. То есть я бы как раз хотела бы еще, можно сказать, мейстрим, для того, чтобы упочитать это и подобное, чтобы писали еще какие-то моменты, которые, в принципе, могут допустить сейчас до узаконивания, с тем, чтобы потом просто через какое-то время… Все это правильно. Друзья, это же не то, что там работа заказа заключена, это вообще теоретическое упражнение, которое мы делаем для того, чтобы если появится спрос, то мы пришли бы к decision-maker, и сказали, друзья, мы предлагаем вот это, это, это. Эта часть мы формируем пакет предложений для власти, для того, чтобы был разговор о чем-то, потому что там нам науку, да? Ну хорошо, мужики, давайте, они думают в категории 1, 2, 3, 5, да? То есть если думают в категории 1, 2, 4, 5, мы должны предложить им такие там шаги, которые бы вот в эту парадигму укладывали. И опять-таки я предполагаю, что должен быть какой-то спор в дискуссии. Поэтому опять, я юрист, да? Я там плохо ориентируюсь в этих нюансах, там, конституционного права, конституционного права. Но я знаю, что, собственно, вот этот подход, который бы ликвидировал гигантское количество проблем, которые существуют для бизнеса. Потому что с чего жалуется бизнес? Вот сейчас ИП-шники, да? Против ИП-шников работают тюбетейки эти же, да? О которых мы уже говорили, да? Потому что у них там не платят налогов, у них такое-такое. Вот это часть серой экономики. Точно так же работают, это тоже мне подтверждают многие люди, когда, например, там, 350 организаций, по мнению подсчёту Лукашенко, обладали правом беспорщенного водородателя. И вот приходит такой человек, который обладает таким правом, к фирме, которая занимается таким же делом. Говорит, слушай, давай, ты будешь водить через меня и покупать по цене, там, минус 20% по сравнению с той, которую ты будешь. Окей? И вот происходит торговля годами. Да, совершенно чётко, там, безобразно, но, собственно, понятно, с точки зрения логики участников. Вот если мы предложим какое-то решение законодательное, да, вот, с минимальной угрозой, интерпретации его против предпринимателей, тогда, возможно, это решение будет каким-то, знаете, ну, файл ДЭС. А, если тебя потом выглядели? Я хотел сказать, что вот тебе американские пилы, они изложены очень коротко. И вот все то, что здесь описано, можно было бы в одно предложение тогда? Очень хочу, если вы предложите одно предложение. Правительство в условиях хозяйствования для всех. Смотрите, это проблема, да? Это проблема. Мы эту проблему пытаемся решить. А потом её расширять. То есть, может быть, хотя у вас формулировка короткая, а потом... А, вот, это как раз об этом говорит. Короткая формулировка есть в институции. Вот это, правильно, Максим заметил, это опровергает вот эту часть, но это не работает, потому что, Конституционный суд, когда мы написали в платформе, что он, значит, там у нас есть нарушающие условия хозяйствования, у нас всё хорошо с этим, Конституционный суд не нарушается. Хотя, собственно, тогда вопрос, что такое условия хозяйствования, если, с третьей точки зрения, нарушается, хотя по структуре затрат и сдержек, но, блин, ну, очевидным образом, нарушается. Вот. Короткая фраза. Слушайте, я двумя руками за. За короткие фразы, поэтому я говорю, это не произведение, от которого я категорить, то есть я вот это моё, и всё, берите и принимайте. Нет, это как раз приглашение к интеллектуальной дискуссии, интеллектуальной работе. Максим, потом Виктор. Я слабую. Единственное у меня обратение в контексте равенским услугам. Да, определись. За то, что это будет равенство в худшем. То есть, всё-таки, есть в Меларуси относительно либеральные правовые режимы, пусть они общие, пусть они специальные, пусть это парк, пусть это технологии, пусть это верификами, какие-то другие аспекты, но, во всяком случае, они освобождают хотя бы некоторых от отдельных ограничений. Если бы мы на них распространяем всё то, что вынуждено испытывать абсолютное большинство беларуского бизнеса, то мы не улучшаем парагограми. Да. Есть? Я понял. Сейчас. Еще один пример. Не-не-не. Я хотел, чтобы ты это не помнил. Да. Я собираюсь именно на это отвечать. Я вот так думал. какой сюжет, да? Кто является главным лоббистом в увеличении сроков безвизового пребывания иностранцев в Беларуси? Григорий, не забыла его фамилию, которого главляло агентство по туризму и как-то он там еще называется. Я говорю о главных бенефицарах и главных лоббистов, а не о тех людях, которые напрягают чиновницам и достижения. Т.е. ты говори про конкретные потеряльные выгоды, которые получает кто-то от того, если ты начинался. Слушайте, ты говоришь гостиниц, то есть, то есть, можно назвать конкретной фамилией людей, которые сидят на этих потоках и хотят за этим заработать. И когда вы видите, что абсолютно они делами, которые являются большим владельцем активов, которые недокапитализированы, потому что есть режим ограничение внутреннего спроса, есть режим, который не помогает расти внешний взрослый. Поэтому ребята, они достаточно продуманные, им там есть аналитика и сказали, слушайте, как можно увеличить внешний взрослый. Одной из мер является, собственно, увеличение возможности или снижание барьеров для въезда в страну, в том числе, поэтому эти пять дней являются следствием лоббизма чемпионцов, конкретно, управление делами, можно по-другому перечислить. Собственников гостиниц, в том числе Шапутина, где строили девелоперские центры, гостиницы, медицинские центры, медицинская оборудование. Совершенно конкретные люди. И вот, Максим отвечает за это. когда мы говорим про, вот, IT. Кто за ней стоит? IT страна? Каким-нибудь этот самый. Сейчас? Сейчас? Да, сейчас. Нет, ну, что ты, что ты говоришь? Опять, вы не стрелочников говорите, вы говорите мне конкретных людей, которые, грубо говоря, зовут к себе на ковер у Ячевского, Говорит, правильно, сделай это, чтобы можно... Тот, который там... Тот, который там, он же не так... Гуцериев. Гуцериев, который дал деньги, в том числе и Родос Прокопейни, который там, не знаю, кто деньги, но так и иначе, они продали эту идею, что это на самом деле очень выгодно. Поэтому... А? Да не поющему, давно появился. Я сейчас. IT страна еще пока не принятна. Я не говорю ПВТ. ПВТ, это был процесс, который тогда еще кто-то начинался. А, это еще проект, вот это указывает? Да, это проект, который там собирает... Если это принято будет, тогда это будет отсутствие... Англо... То есть это Господь будет избирать... Я к чему говорю? Я перечисляю те из стекхолдеров и те силы, которые будут записованы в случае принятия этой нормы, не увеличить то, что Максим говорит, не по худшему в равнии, а по низшему в равнии, по крайней мере, какого-то, который будет приемлемо биографии. Знаете, вот логика такая, если там, пять лет назад капитализация в городе было 150 миллиардов долларов, но сейчас она 50 миллиардов долларов. И поставим мысли, которые доношу до наших, там, эти наверху, слушайте, вам выгоднее владеть бизнесом, на котором он заработает, там, пять миллиардов долларов, или который будет приносить вам пятьсот миллионов тысяч уголовных долларов. и, вот, когда ты так рассуждаешь, да, все равно они захватят, там, все там, финансы, все, Гутерев создает калийный комбинастер, не потому, что он хочет увеличить, как, кто-то нас, мы сегодня обсуждали, общественное благо белорусского, вот, не потому, это делают, там, полтора миллиарда долларов китайского федита, для того, чтобы сделать конкуренцию на рынке калийных удобрений в Беларуси или в мире, а для того, чтобы иметь возможности управлять калийным рынком через вот такое частное государственное партнерство. И, поэтому, мой предположитель, я могу, конечно, ошибаться, но у меня есть вот эти вот аргументы, что есть в Беларуси конкретная группа людей, которые заинтересованы в том, чтобы условия регуляторные, налоговые и так далее были лучшими, а не худшими, для того, чтобы, опять-таки, материальную выгоду своих шкурных интересов отставить. То есть, они оперируют, там, Беларусь, общественность, это не те аргументы, я вижу конкретных заинтересованных лиц, я вижу их активы, я вижу, как они могут заработать и к чему можно их оперировать. Эту идею можно продать никто. То есть, прям, снял фразу, да? Кому мы продаем. Так что, я хотел еще один инструмент сказать, который обязательно нужно иметь, и мы, конечно, дальше продолжаем тему, что непременно при предложении вот этого изменения, да, наш городовский кодекс, нужно огромную волну СМИ поддержки организованной. Нет, вы сами, конечно. Потому что, сначала СМИ, а потом только само предложение, чтобы оно могло пройти. Но при поиске стейхолдеров, если мы, например, находим тех, кто двигает это выше, в принципе, эта волна СМИ, она должна быть ярче. Это обезопасит в нашей стране тех, кто вы устанавливает. Ну, смотрите, на самом деле, никто из нас не может зайти там, Виктору, Гутерееву, кому-то еще, и сказать, если кто-то из вас есть, тогда вы скажите. Но с точки зрения компаний, вот как платформы, когда у тебя предложение такое популярное, оно набирает силы, набирает стейхлодеров, и тогда, получается, делаешь с информационной компанией, у вас тут есть маркетологи, классные, есть ребята, которые занимаются брендингом, и всем прочим, и тогда, если там что-то будет, у нас свой интерес. Это не противоречит наших интересов, нет. Это не противоречит этих интересов, нет. Это не сталкивает лупами никого, нет. Никого не придет, конфискация, нет. То есть, грубо говоря, кто является лузером этой ситуации, это те люди, которые называют потребителей чужого, через льготы. Да, они есть, но мы, опять-таки, противоставляем их не меньшими бенефициарами из той же среды. То есть, иначе это нейтрально, даже больше. Вот. Поэтому здесь такой вот сюжет, и опять, это одно из предложений по поводу того, чего можно делать в рамках этой вот нашей усиления поддержки платформы. Потому что он идет как бы не в разрез, а просто в дополнение такое более широкое, более системное, которое решает один из важных вопросов. Равенство условий хозяйственных. То есть, нам это говорят, ну что вы предлагаете по равенству условий хозяйственных. У вас равенство есть, Конститутный суд сказал, в правильнии будет гражданский кодекс, давайте это запишем. Даже если это, грубо говоря, мы даже имеем инструмент, при помощи которого можно добиться улучшения условий хозяйственных для белорусов в МАНных средних городах, и вообще МАНных средних бизнесов, в контексте существующих Береком Камня, Белок-Белградия, и все прочее. То есть, если тем дали, иностранцам, китайцам, почему белорусам не дали. Вот даже это. Да. Сейчас, Таша, я бы сказал, что эта струклировка на переходный этап, она была бы хороша. То есть, если бы такая норма на сегодняшний день была в гражданском кодексе, наверное, она была бы хороша. Но, на самом деле, это, я бы назвал, костыль или бепочку пластырем залепить вверху, в колесе. Ты еще всего не слышал, дальше нажать. Так что... Нагадывай. Ты даже не догадываешься. Вот. Вопрос в том, что все-таки стал бы вопрос кардинального пересмотра вообще понятия. И здесь я больше с Арием согласен. Упрощение должно быть. То есть, а что мы называем вообще равными условиями? Вот. Одна форма собственности, например. Что это за понятие государственное мероприятие? Да не должно быть. Я... Подождите, Саня, потому что я об этом чуть позже буду говорить, поэтому лучше отвечать. То есть, я считаю, что как на переходный период понятие Гражданского кодекса хорошо, но на самом деле оно, само это понятие уже даст кучу ловушек. Друзья, друзья, я очень приветствую интерпретации и указания на те, особенно, законодательные ловушки, которые могут быть для того, чтобы интерпретировать его против вас. Нет сомнений. Поэтому мы будем всегда встречаться и обсуждать это, чтобы это было понятно. опять, это один пункт, не вся новая нормальность, которая предлагает. Это часть. Сейчас следующий будет слайд, который будет доступен на посвящение того, что еще надо в дополнение к этому пункту, чтобы в том числе снять те как бы опасения, которые ты вызвал. Потом ты их делал. Саша, послушай все остальное. Леня, послушай, Саша. Значит, что касается реальности условия хозяйствования в части, например, создания IT страны, это очень хорошо, потому что парк высоких технологий минимальные налоги платит, и вся страна станет действительно сразу IT страной, и не надо будет специально еще вот этот один декрет, понимаете. То есть в этом плане абсолютно да. Но вот я попробую встать на место какого-нибудь адвоката дьявола и сказать, вот есть какой-нибудь сельский район, в нем два колхоза, путь Ильича и путь Иосифу Виссарионовича, который разорился. На место колхоза Пути Иосифа Виссарионовича, СПК там, или УАО, неважно, приходит 20 личных подсобных хозяйств. Они взяли производят продукцию, у них все хорошо, но они не платят налоги. Ну и же мы должны охранять, лечить. Вот что им сказать? Я не понял, какое отношение это имеет к этому? Они имеют отношение. То есть, охрану, подсобные хозяйства не платят налоги. И что? И все. Подожди, 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 что это такое? Друзья, мы с вами же выступаем за граждан. Личное подсобное хозяйство это субъект. Там работают люди. Люди покупают товары и платят налоги. Потому что любой человек, который покупает бензин, который покупает билет, который покупает налоги. Поэтому тезис относительно того, что кто-то их должен платить налоги, грубо не верит. Да, Саша? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нет, мы общеждаем вообще хорошее определение нет, неплохое вообще. У меня таких больших страхов вроде все учеу. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Вроде красавчик. Как сильно? А есть один момент что одно касается настолько плотно Беларуси, у которой банковская система на сколько там процентов из выгодно считает? 43。 то есть это полная перестройка вообще всей экономики с вами будет помимо гигантского госсектора половина частых частного бизнеса тоже против потому что весь крупняк имеется льготные кредиты повешали какие-то обязательства за это наш любимый наш самый успешный человек ему отдали этот завод с кучей проблем за это непредсказуемые результаты подобных отличная и вся экономика стала дальше мы идем сначала о предупреждениях да то есть какие аргументы можно использовать для того чтобы убедить идея в том что нужно действовать в не подумать только что она одна статья в гражданском кодексе это собственно все то что помогает даже что самое лучшее может быть это на самом деле имеет позитивный эффект что эту статью не игнорировать да и начнется так говорить ну все но пофиг тому что там записано но это опять таки шанс для юристов для ассоциаций подавать суды и поднимать это на как бы на знамена потому что это будет в гражданском кодексе что в чем проблема с точками роста существующей практикой вот шакутин пришел сказал тракторный завод 400 миллионов долларов стимулированный точек роста мы порвем экспорт и причем назовите что среди по калийным удобрениям параллельно производства делается по значит мотору трактор делается по сельхоз машиностроения делается идет очень интересный сюжет подготовки перераспределению ресурсов параллельно разрабатывается положение о дарительном управлении вот это логика раз тракторный завод не может справиться с управлением а у нас есть новая замечательная бизнесмен шакутин с сомнительной структурой собственности своих активов то мы тогда шакутин который построил замечательный завод делать хороших трактора отдаем в доверительном управлении 10 лет рабочих завод бесплатно для того чтобы он подтянул и мы используем лучшее наши кадры для оптимизации тракторного производства и поддержим и дадим ресурсы а теперь это самого плохого а самое плохое в том что 380 миллионов продает билвар ты видишь красивую приватизацию я не вижу красивую приватизацию я вижу красивый захват собственности и что захват собственности с формированием белорусских маленьких олигархов которые будут работать так тракторный завод который большой-большой-большой сегодня там есть люди и тракторы и все прочее и не факт что с этого завода что останется 10 процентов может быть себе возьмется остальное он выбросит продаст и скажет так и будет то есть с точки зрения прогрессии типа да это может быть и хорошо что кто-то займется очищение детоксикации активно да но смотрите с точки зрения даже беларусь калия которые являются предприятием ну что другого порядка если бутырьев с оффшором 50 тысяч долларов создаст предприятие 2 миллиарда долларов в стране и начнет вытеснять беларусь калий с внешних рынков обеспечивая 2 миллиона тонн экспорта кольных удобрений потому что будут такие-то контракты это будет проблема для страны будет проблема для налогоплательщик будет проблема для в общем-то нашего экспорта и все прочее то есть здесь знаете я за честность правильно говорю если я вижу схему честность которая может привести к тому что мы как государственная ситуация потеряем деньги мы без приватизации передадим в руки отдельных лиц миллиарды долларов активов не получим в бюджет ничего без гарантии того что это будет качественное госуправление тогда я против такого это будет новая нормальность это будет напоминать украинский вариант который был там российский вариант в чистейшем виде я против этого потому что это грубо говоря потеря шанса которые есть у нас сделать все по-другому с использованием ошибок которые были сделаны в россии в украине правильный вопрос мотивация следующий во первых мотивация для власти нужен инвестиционный спрос нужны проектов я договорился 15 миллиард долларов вы ему какие проекты раз освоение с точки зрения шахутин знаете кто-то на минск проспект победителей строить веганский комплекс жилье медицинский центр корт и гостиницы на освоение деньги можно заработать там 200 миллионов долларов вот очень хорошо а второе мотивация китайских товарищей очень проста для них тоже это деньги на которых они зарабатывают те же там 200 миллионов долларов мы получаем актив мы получаем госдолг да госдолг это не та мотивация которая беспокоит шахутина там и никого другого человека вот и в конце концов это ложится на наши плечи но опять таки когда вот я построен запущен понятное дело что это абсолютно не коммерческий объект потому что для того чтобы его купить нужно не знаю какие потухи да все будет выдачен и каково будет поведение органов госуправления когда это будет запущено нет циничная схема используется да раз предприятие оно в таком состоянии а первое нужна госпомощь второе опять таки передадим в управление кому-то для того чтобы активы там можно было там кому-то передать не за миллиард долларов построенных а за 100 миллионов там или за 50 миллионов вот и все простая понятная схема кидалов опять при трансферах денег государственных потому что мы платим налоги платим эти долги отдаем а кто-то будет пользоваться поэтому логика освоение ресурсов она убийственная для нас причем по всем направлениям ЦКК недавно назвал четыре предприятия по которым идет проблем как есть Севногорский ЦКК Добрушевский Картозный Комбинат Белджи и что-то еще четвертая была я не помню да? ты сказал слушайте а где результат потому что вы понимаете Белджи мы планируем 60 тысяч автомобилей продавать куда? вот вы Саша знает и ты знаешь куда мы будем продавать 60 тысяч автомобилей заложить это четвертый проект абсолютно четвертый проект то же самое мы осваиваем зарабатывают люди да а потом мы прием объекцию который является соглашением нашей структуры экономики и структуры капитала теоретически я вижу это так а практически на этом есть люди которые зарабатывают на прекрасное дело И нам, как интеллектуалам, ученым, в практике нужно видеть, что это может вылезти, предупреждать об этом, потому что когда-то может прокабель, помните, это совершенно полчеркная ситуация. Как только начали долбить прокабель, реакция, Симашка не мог сказать, что он будет игнорировать, и кабель так и поменял. То есть, публично. Поменял? Начали менять. Ну, начали менять. Менять 100 километров из 900. 120 километров из 900. Ну, только надо об этом говорить, надо информацию получить. Кабель ЦКК, который не соответствует требованиям, да, и может привести к тому, что вся эта система ЦКК не заработает в принципе. Короче, Ярослав, разговаривал с людьми, которые там работают, проводили независимую экспертизу, где говорят, лет 100 держит кабель, то есть он офигенный. В России сертифицирован, у нас не сертифицирован. А, то есть это, по-четому, я понимаю, что есть даже в ЕАЭС в России кабель сертифицирован, у нас нет. Окей. То есть, сандарт. И ЦОП-ЦОП. Сейчас это нефтяник. Друзья, мы говорим о том, кого используют, логика использования комплектных фамилий людей совершенно другая. Марина, 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 вот вам очень важно понять практику правоприменения и как работают те или иные вещи в нашем конкретной среде. Потому что если вы смотрите только на логику баланса, вы ничего не поймете. Логика совершенно другие. Логика. 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 А этот все, Кирилл. Надо построить с тобой частный, а этот... Мы заказываем до русского выночного предприятия, в котором мы там летим сто тысячи, построим новые, потом они как производят сосуд старый и все. Ты видишь, комболь, когда... Будем модернизировать, 12 метров продолжение, все в стекле, там бред. Друзья, вот еще одна фишка, вы это прекрасно знаете, в отношении Шковского, Ревашанского района. Обратите внимание, кто сидит и решает этот вопрос. Затылок не корректно? Не-не, я не затылки, а я просто билицем, посмотрите. Кто это? Прокопович. Он, Зиновский сидит. Вот кто это сидит? Прокопович. Не, это не Прокопович, Прокопович. Шейни. Шейни. Это шейни. Это шейни. Это Кавалов. Это глава Назбанка. Это предпринимательство. Это глава администрации. Это... Хороший Шевский. Это... Охрен. Охрен. Он был вовлечен в проект превращения Аршанского района в локомотив экономики. Это значит, что есть гигантский опять-то конфликт интересов. Который может вылиться в то, что деньги там в размере там от миллиарда до двух могут быть вбуханы в черное какое количество предприятий. Без никакого бизнес-плана. Но пять лет подряд говорят, что мы без бизнес-плана не будем давать ни копейки. И вот, знаете, во что это может вылиться? Может вылиться оригинальная политика, которая может быть там типа хорошее дело, да? Может вылиться в то, что мы опять закопаем в отдельное предприятие там, сделаем Потемкинский район с потемкинским предприятием за три года и нулевой отдачей для всей страны. Это вот способ, как не нужно делать структурную реформу в рамках как бы кризиса и условий ограниченности ресурсов. Я уверена, что слово Оршамский район войдет в исторические учебники по экономике нашей страны. Там Шкловский район, агрогородки уже вошли, программа там других предприятий. Но мы это уже имеем. Просто когда мы говорим, что, слушайте, то было когда нефтяная аренда большая, да, их можно было распределять. А сегодня денег-то гораздо меньше, а амбициозные планы, то есть там эти вот создания там этих всех, Оршанский инструментальный завод, Оршанский завод, Оршанский тоже. Небольшая ремарка, раз в три диаметра, да? Значит смотри, вительство. Объединяют предприятия, создают дома предприятия и визит в пром. В него сливают... Объединение. Объединение, да. Это называется визит в пром. Мини-концеллист. В него сливают совершенно разноплавные предприятия. 8 штук на сегодняшний день. В основном, которые лежат. Керамика, две швейки, обольский керамический. Терпичи. Да, два терпичных, две швейки. Варапаевский док. Но почему тут еще не по обработке? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть в перспективе собираются еще присоединить. Да, это фон. Это вместо управления. СЛАН, знаешь, что это реформа для одной литературы. А, да? Смысл, да? Для чего это делается? Вот только в то, что... Похожаешься. Да, я дала, Грида. Помнишь передача из республиканской собственности? Возглавляет это нынче бывший директор Витебчанки Андрей Николаевич, раз уж так это реализовал. Андрей Николаевич, ты его должен знать на территории. Ну, может быть. Ну, может, тогда знаю, когда все. Передано 40 предприятий курирует лично губернатор, то есть он отчитывается лично перед губернатором. Поэтому может получиться интересный случай. Сейчас скажу, прокомментирую. Сначала Виктория, а потом я прокомментирую. У меня есть вопрос к структуре тех средств, которые уже выделены на Аршамовский район. В них нет ни одного рубля и даже упоминания о подготовке специалистов, которые могут работать. Ну, это всегда так. Скажем, запас, скажем большое. Да. Друзья, на самом деле вот эта схема, которую вы описали, опять, у меня такая гипотеза, как, например, во-первых, не нужно как-то решить проблему формального выдачного предприятия. Поэтому укрепление убыточных превращение в неделку в единицу – это хорошая статистика, это раз. Во-вторых, это новое юридическое лицо, которое может обращаться в банки за поддержкой реструктуризации – это донор. Это новое предприятие может идти, например, в юридический банк реструктуризации развития, обращаться к внешним донорам за оказанием технической помощи по получению консультации на замодернизацию. И самое интересное, опять-таки, вы заметите, как параллельно идет вот это с обсуждением законодательства по доверительному управлению. Я очень слежу за этим внимательно. Смотрите, доверительное управление решение будет принимать местные власти. И с точки зрения политики Лукашенко нужно что-то дать. Знаете, прошли те годы, когда губернатор в 2001 году дали «Перседеса» всем районам все ездили, хорошая и красивая. Понятно, что им нужно лояльность к чем-то купить. Можно купить сейчас только активы. И я думаю, что идет вопрос о распределении активов. Есть активы такого семейного уровня, скажем так, которые никто не претендует. Есть активы такого второго уровня, скажем, который может быть американский. Которые там, условно, Бердору искали, едва ли политически целесообразно его приватизируют, что с ними делать. И есть активы вот этого третьего уровня местного, о котором вы говорите, там 40 предприятий таких, там не мертвые, не мертвые. То есть, грубо говоря, кому-то дадут 100 миллионов долларов для того, чтобы что-то оживить. Предполагается, что эти люди наймут Сашу, Настю, Володю для того, чтобы попытаться что-то с этого сделать. Там какую-то ответку, причем остальное все продав, там не литидировав, убрав. То есть, тезис заключается так, что постепенно, то, что у нас уже делали тезис, идет трансформация административного правового ресурса в монетизацию их активов. И вот это формирование той региональной элиты будущей, которая на ближайшие пять лет будет обеспечивать политическую административную лояльность существующей власти. То есть, практически, то, что последний дальнейший раз не будет. А, нет, опять, потом, значит, что будет. То есть, самое главное, что будет делать? Лукашенко будет полагаться на этих людей. То есть, если я даю тебе возможность заработать, управлять, стать чипом, если ты их исправился, значит, все, у тебя классно общируется, все нормально. Если ты не справился, ну все, значит, тебя не посадят, либо там, не знаю, уволят, либо делать ставку на дружбу. Понимаете, те первые люди, которые были там в 90-е годы при Лукашенко, да? Где здесь? Никого не было на DC. Ну, кто? Скрывай шею. А, да? Да. Ну, не на своих там, вот уже на управлении делами, то есть, это как бы, совершенно другая функция. Уникальная функция. Но эту функцию никто другой председовать не может. Ну, это просто. Да, не сомнение, а кто же спорит, да? Мы говорим, что, на самом деле, мне сейчас недавно удивило, что от них забрали молочку, вот, мурчулики, по-моему, забрали. Потому что, если я вот так, и между ними тоже есть конференция. Между тем же мошенским, между тем же там, бабушкой окрыткой, в управлении. То есть, если, например, там кто-то мошенский говорит, что я зарабатываю там рентабельность капитала такая-то, а шеф забрал себе в управлении делами президента там мачулищ и другие там молочные активы, а у него рентабельность там в 2-3 раза меньше. Вопрос, а нафига мне такая она? Я лучше передам там и буду свои дивиденды, свои там, каврички получать в другой источник. Поэтому, да, это трансформация, которая может идти. И, опять, если в этой системе ЗАО «Беларусь» там будет формально что-то частное увеличится доля, это плата за политическую лояльность, за, как бы, встраивание в эту новую структуру лучшего капитала. То есть, это, знаете, такой, я бы назвал его грязным сингапурским вариантом сохранением просто все-таки очень большого государства, которое является следствием там вот этих иждивейческих настроений населения. Вот это и так я хочу. Да, Саша? Я с тобой не согласен абсолютно по созданию вот этих вот объединений, что они кого-то должны прикормить. Самые нелояльные люди – это люди, которые владеют активами. То есть, если ты имел в виду передать попадание активов в собственность, да, то я уверен, что этого не будет. Если имеешь в виду, что им дают посидеть на потоках, ну, то это может быть. Саша, посидеть на потоках 10 лет, превращая тебя в человека, который составит здесь 100 миллионов долларов. Понимаешь? У нас тут нельзя сидеть на потоках. У нас можно потом только сидеть. Подожди, подожди, скуточку. Есть люди, которые досидели, посидели, вывезли капитал, уехали. Есть, есть, ближний опыт. Но вот это вот, это, мне кажется, просто то, что их заставили передать из республиканской собственности, почему это… Что это на камеру? Почему губернаторы конкретно отвечают за создание вот этих вот индивидий, да? Потому что им сказали, мы вам отдаем, а вы следите, чтобы это все лежало, как и лежало. Не-не-не, я не думаю, что нет. Потому что смысл передачи лежало – это грубое разворение. То есть есть политический информационный пиар-эффект, да? Смотри, статистика сегодня. Мы там имеем тысячу, там, семьсот пятьдесят уплаченных предприятий, плюс там еще недоработающих с дозитаминостью до пяти процентов, там, сорок восемь процентов. Итого ты можешь сказать, что там в зоне красной убытков находятся там притысячи предприятий, да? То есть ты делаешь что? Мы отказались от радикальных реформ на Ляне Манчук, да? Мы пошли по нашему пути. В результате у нас количество убыточных предприятий сократилось там до пятисот, но в рамках вот этого все остальное, что было плохое, объединилось, и мы получили там, наверное, 43% льготного аппетитования, получили 20% льготного аппетитования. То есть ты показываешь процесс структурных реформ медленный, одновременно ты решаешь политические задачи, задачи управления. Когда ты говоришь, там, кто-то получил там риски к Лукашенко, на самом деле ему нужно иметь по, там, условно, 4-5 человек в разных секторах, людей, на которых он может положиться с точки зрения управления активами. И это не будет собственность, как там в Англии, там, на десятилетие, на столетие, да? Это будет собственность в рамках, ну, можно сказать, долгосрочная аренда или досрочное приставление активов в трасс. В трассе ты управляешь им, ты получаешь там какие-то дивиденды, и одновременно ты стараешься, чтобы там не залететь в ситуацию, когда тебя посадят. Ну, у нас в Беларуси не было сюжета, когда у кого-то посадили сложно 20 лет. Не было ни разу. Поэтому ты посидишь 4 года, у тебя там, на черный день, там, в ЦУГе отложенные, там, твои 20 миллионов долларов, у тебя семья прикормлена, у тебя тут сделано. И, в принципе, это просто тебя использовали твой нематериальный актив в виде управленческого капитала. Саша? Тебе пригласили, например, скажут, что у тебя 40 предприятий… Саша в истории права сидит. Не-не-не. Управлять, Саша. Управлять. Не-не. Ни в коем случае. Управлять. Управлять. Вот. Поэтому давайте мы пойдем дальше, потому что это самое интересное. Вот тоже интересный сюжет, который я обращаю внимание. Ограничение прав и свободы личности допускается только в случаях и смотримых законов. Вот это вот та ловушка, на которую надо обратить внимание. Это написано, да? Да, это вот конституционный статья. Вот когда, вроде бы, ограничение прав и свобод, это вот вещи, которые... общественный порядок, совершенно безобразная норма, нравственность, совершенно безобразная норма. Здоровье населения. Здоровье населения, то есть тоже там куча критерий. Когда мы говорим, что нужно делать для того, чтобы улучшать нашу эмоцию, вот эти ловушки, которые... А почему ты не выделил прав и свобод в других лиц? То есть, как можно ограничить права и свободы одного ради прав и свободы других? То есть, чтобы у него было больше? У второго, да. Можно все выделять, как я вам говорю, на статью, которая является источником злоупотребления. Вот, еще один момент, который, опять-таки, говоря про функцию полномочий, как улучшила. Центральный банк, месячный сюжет. Когда вы ставите задачу вот так, это все понятно. То есть, ты ставишь задачу, там, инфляция должна быть не больше двух процентов, и если инфляция 2 года вновь больше двух процентов, тогда ты автоматически уходишь в ставку на центральный банк. Все очень понятно. Но если ты вот это все пишешь, да, вот тогда начинается проблема, потому что центральный банк всегда найдет способ выполнить вот это, где у нас полная замертость и экономический рост, противоречит вот этому. И потом, когда ты подкладываешь нужную тебе функцию под результат, собственно, вот так оно, к сожалению, получается. Поэтому здесь, вот опять, если мы говорим про улучшение денежно-кредитной политики, про создание условий для малого бизнеса, вот это всего нужно убрать. Вообще, в Беларуси, опять, в новой нормальности, должна быть конкуренция валют полноценная, легализация валют. Опять вот, и говорим так или иначе про то, как это сделать, да, все равно же нам референдум в конституциях не избежать. То есть, с точки зрения, у нас в конституции записано, легальное определенное средство, это белорусский рубль, надо записать в конституции, что легальное определенное средство является там, условно, пять выбранных иностранных валют, и субъекты хозяйственные, и там люди выбирают сами, в каком режиме этими валютами пользоваться. Вот эта вот такая норма была бы абсолютно прогрессивной с точки зрения, опять-таки, формирования новой нормальности в нашей стране. Потому что те же, помните Андрей Николаевич, говорит, да, здесь валют, которые там за всю историю являются там самыми стабильными крепкими. Нам создать институт в рамках Беларуси, даже там за 50-100 лет, точно уж не удастся, потому что мы видим, что, ну, просто нет никаких оснований для этого. Поэтому вот, видите, говорят, хорошие и плохие законы. Это плохой закон с этим всем. Это хороший закон с этим всем. Собильность цены, ты имеешь в виду инфляцию? Инфляция, понятное дело. Там ИПЦ считается не на 468, а на 200 тысяч товаров, то есть это нужно все подкладывать, но тем не менее, вопрос один. Вот когда мы говорим, например, институциональная независимость Национального банка, у нас было в нашем предложении платформы, да, и для бизнеса вроде это кажется, ну, ни о чем. Потому что насчет, ну, зачем независимость Национального банка? Национальный банк это супер важная вещь, потому что, например, если те же лоббисты приходят, дайте нам кредит под 25 процентов, вот Ancador многие годы там все заводы получали рублевые кредиты по 5 процентов рубля. 3-5. 3-5 процентов рубля. Все. О какой вообще равных условиях можно идти? Речь, да, собственно, такие гигантские вещи. А все потому, что если бы, например, у нас было полноценное конкурентное поле в лидерном и лидерном сфере, у вас появляются такие вот люди, да? Причем герой Беларуси. Это должности, которые есть. Совершенно мне нравится, например, представитель государства Сбербан, представитель ассоциации Белорусский союз грибных видов спорта. О-о-о! Грибы собирают! Грибы собирают! Грибы! Вот. Это вот типичный сюжет, показывающий конфликт интересов и гигантские проблемы с... Это имитация. Слушай, это то, что позволяет... Понимаете, что это все нет? Есть полумочия, есть чиновники, есть завестители, есть там интерпетаторы. Потом это все выливается в то, что... Это мой герой. Это твой герой? Я понял. А как он устроен на всех этих работ? Насколько старт? Подожди, а можно один комитет? Да, да, да. Про Копович. Вот смотрите, то, что я говорила о личности. Вот два примера, когда Прокопович серьезно вмешивался, когда другие даже не пошевелили пальцы. Первая, значит, ситуация, когда в Маловечно наш белорусский предприниматель, член нашего союза, вложил миллион долларов собственных инвестиций, значит, построил дом, построил там гипермаркет, запустил это все, значит, не требуя никого, организовав инфраструктуру, там, дороги, подъезды в центре Маловечно. Все замечательно, все прекрасно. Маловечно, значит, решила сделать там через некоторое время, когда все планы были согласованы, инженерные все согласованы. Да, в райисполкоме, архитекторами, районами местной власти и так далее, и так далее. Через три года ему решили, значит, перекрыть доступ к его гипермаркету, который приносил, было организовано 37 рабочих мест Маловечно, и сделать там пешеходную зону. Запретили подъезд к магазинам, запретили этот самый, и человек стал нести убытки серьезные. В результате, значит, сколько мы не обращались, сколько мы не занимались этой проблемой, никто даже не собирался. Хотя для города это был закрыт магазин, были 37 рабочих мест закрыты, человек перестал платить налоги, перестал, значит, получая, вкладывать в остальные объекты. В Миноболсполкоме проходило заседание, значит, Батура тогда проводил, и присутствовал Прокопович, были министры, Снабков сам был там, и, значит, огромный зал, это как бы собрали ОКС Миноболсполкома. Я подняла руку и попросила возможность, озвучила эту ситуацию. На что мне Снабков сказал, это не личные разборки здесь по предприятиям, мы обсуждаем деловой климат в Минской области. Сядьте и замолчите. Ну, культуру хорошо, да. И пошли дальше разбирать то, 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 то. Через три доклада Прокопович вдруг, говорит, в зале есть Молодичинская, кто присутствует из Молодичной администрации, поднял заместителя председателя исполкома и сказал, срочно мне, через три дня, положить документы по ситуации в Молодично. Значит, помощник какой-то проследить, чтобы это все было выполнено, напомнить мне, что в такое-то время мы собираемся, рассматриваем ситуацию, и вопрос этот был решен. И второй случай, когда 32 предприятия из Сокола, потому что, видите, Чир захотел забрать эти предприятия в Соколе, для того, чтобы организовать там замок красочной, там, краски и т.д. 32 предприятия, Сокол, чтобы вы понимали, это, значит, научная, научная там база, связанная с этими самыми сатами, с ягодами. Сокол, Сокол. Мы обратились, а был назначен новый председатель Академии наук, это его отчина. Мы добились, в общем-то, благодаря Петру Петровичу встречи с ним, доложили ему эту ситуацию, а он говорит, ребята, я сам не хочу, чтобы эти предприятия уходили, потому что нам выкинуть эти предприятия, и нам нужно считать, чем заполнять и как за биржу. И мы уже, говорит, написали с 1 января следующего года на дотацию в правительство, чтобы закрыть вот эту биржу. И в результате, благодаря Петру Петровичу мы поехали в Ашмяны, значит, с ним я попала в автобус на вот эти обзорные, там были заседания по областям, и я подсела в автобусе к нему и передала ему бумаги по этой ситуации. Я думала, что это, в общем-то, передала, но так вот в разговоре все. Тем временем, через неделю нам была назначена встреча с президентом, описана эта ситуация, значит, с распоряжением его разобраться, и мы спасли 14 предприятий. Остальные, конечно, выкинули эти предприятия, потому что они уже сами как бы все демонтировали и искали площадь. 14 предприятий было спасено у меня. Поэтому здесь... Смотрите, вопрос следующий. Я думаю, что у каждого чиновника есть такие случаи, которым можно предъявить, что он что-то хорошее сделал. Но с точки зрения, например, простого факта, за время работы в Закоповича на посту председателя Национального банка, Беларусь успешно, в кавычках, вошла в пятерку самых неблагополучных стран мира. И то, что сделал Закопович в рамках своей работы, 9-10 миллиардов долларов убытков для страны и заторможенности для этих реформ, понятное дело, никак не идет в сравнении с тем, что он сделал... Да, это хорошо, молодец. Он уже является председателем Совета по правительству предпринимательства, но он для предпринимательства сделал несравненно большего вреда, выполняя свою непосредственную работу. Поэтому для меня, да, я думаю, что там и Лукашенко, и мистер экономики, и там многие-многие люди, конечно, которые спасали. Они же там не такие вообще, потому что есть такие вопиющие случаи, особенности еще публично, да, это хорошо, но другие там не спасаются. Потому что здесь, конечно, я не говорю, что Прокопович там, не характеризирует. Просто я к тому, что, друзья, вот работа, вот показатели, дай показатели, да, вот испомните, 11-й год, легендарный, март, не будет все нормально, при мне не будет ничего. После этого, я думаю, просто человеку надо было вот 0-0 сделать, там на пенсию отправить, и собственно спасаться. А кто знает про программу развития политической системы Республики Дарусь? Политическая? Политическая? Ну-ка, ну-ка, покажи, где там, что там было? Это где программа? Третья должность снизу. Третья должность снизу. Подчиненный правительству по выполнению программы развития политической системы Республики Дарусь. Вы просто нечем тратить ручки. Уже сколько? Вот. Смеяется политическая система? Ну, самое еще в отношении у меня благих намерений, вот, устали, я уже скоро буду заканчивать, просто еще там буквально 10 минут. Вот, смотрите, вопрос, связанный с рынком труда, вот, в этом любимый монополии, и получили ситуацию, смотри, комичную, когда физик, контролирующий исследовательские ядерные установки, зарплата 265 рублей, формировщик тракотажных изделий 450 рублей. Для меня это вот совершенно потрясающий факт, который говорит о том, насколько у нас связятся мозги, технологии, какие у нас приоритеты вообще, и как у нас работает вообще представление о нематериальной картине. Там высшее образование, а здесь вручу и сверху. Это просто, это вообще, это просто сюжет, когда мы для вот этого человека, ядерных реакторов, 265 рублей, блин. Погоди, я сфотографирую, ты будешь? Потом, потом получишь презентацию, да? Презентацию, да, презентацию, да, презентацию. Вот, это просто сюжет. А где же работаешь? Да там вот у нас народ. Так он же подработать может на яхте. А где работаешь, они уже противополучатся. Да, да, да. Поэтому физик, он на яхте или сверхспособность получил, бесплатно. Да. Врача, я не знаю, врача, я не знаю, врача обращаться. А, вот так. Да, супер, можно. Деда, можно, почему, да, обоснование, почему, 245 рублей? Потому что бонусы, да. Да, вот иди. Сейчас в виде не ягоденщики в ВГУ на бесплатное нет, желающих учиться, а на платное есть. Друзья, следующий момент. И для того, чтобы избежать распределения внутри ресурсов. И что еще, когда мы говорим про принцип, то есть вопрос конфликта, который есть сегодня. Это кто такой принцип, кто такой агент, да? То есть народ, избиратель, кто заказывает, грубо говоря, экономическую политику, да? Народ, избиратели, государство, правительство, президент или бог? Бог, конечно. Вот. И здесь тоже все худает, потому что, когда мы говорим, там, это вот, Саша говорит, апеллирует народу, там, кто дает избирателю, на самом деле, кто бы, чтобы в Конституции не было написано, да, президент является заказчиком экономической политики. Этот заказчик имеет ни поддержки, ни противовольства, никак. Он уже бог. Да, ну, это уже, как бы, можно директаться. Выше, чем бог. Поэтому, друзья, чувство вины, острый дефицит, понимание базового принципа человека, или сам себе, или бедеринянского принципа является еще одним проблемой такого нашего состояния. Сердце такое? Может, это сердце? Сердце, да. Сердце, кстати, изобретено на всех плакатах «Я, вот это место Беларусь». Нет, нет, вот это вопрос к тому, что, опять, вот если мы этот принцип заложим в основу мировоззрения и идеологии, да, у нас бы совершенно другое отношение. Какие функции государства нужно упразднить, чтобы вот не было такого отношения. То есть вот те 7 тысяч с половиной превратить в те функции, которые минимизируют издевательства над людьми, предпринимателями, производителями, чтобы, собственно, был реализован принцип самопредоточенности. Этот ответ был получен Республикой Беларусь Александром Лукашенко в 2007 году в книге «Экономическая конституция Республики Беларусь», написанная вашими покорными слугами. Вот, и на основании этой книги, как о Бендукидзе, они грузили, придумали свой «Акт о свободе», где, собственно, суть этой книжки очень проста. Да, да. Она сводится к смирительной рубашке для государства. Размер госрасходов. Мы можем спорить 25, 23. Ты еще тоже счет зажал пояс. 25 килограмм. Ну а что? Да. Дефицит бюджета, госдолг, госактивы, нет монополии на деньги образования и зарплаты пенсии, нет государства и средства. Это можно опять-таки дискутировать, что еще добавлять все, но, собственно, без этого, то есть, когда мы ограничим вот этими вещами, рамками конституционного закона государства, тогда шансы, то, что Девиафан вырвется, будут минимизированы. Он будет сомневаться. То есть, что? Нет, тогда книжку достаточно активно брали все и Васильевича, как глава конституционного суда. И что? Просто смотрите, мы, опять, мы, как ученые, как аналитики, да, мы предлагаем интеллектуальный, то есть, есть спрос на решение проблемы. Мы, как ученые, предлагаем решение проблемы. То есть, вы хотите, чтобы это вот, что делать? 1, 2, 3. Вот 1, вот 2, вот 3. Вот закон, он написан, обсуждаем, принимаем и живем. Нет, это только 2, 3. Вот, и просто с точки зрения, как переход исчезлить, вот я вот за столько лет другого способа просто лучшего, не в литературе научной, не в Америке, не в и в Китае, не в Литературе. А кто-то вообще за одним пунктом заинтересовался? Да. Вот, нет, в Грузии заинтересовались и сделали. В Белоруссии. В Белоруссии госдолг, смотрите, как они выбирают по крупицам, да, берут, помните, знаете, такое, порог экономической безопасности госдолга. У нас будет 25% ВП, когда он превысил 50, они сделали его там 55, то есть это порог, так и иначе они сами решают как это вот. По принципу, что нужны какие-то вот ограничения, он существует, в принципе, например, ЕАЭС, мы говорим про макроэкономическую стабильность, он тоже говорит нам, надо вот по параметре какие-то инфляция, дефицит бюджета и госдолга. То есть вот, собственно, матрица там присутствует. Но у нас более жесткая матрица, на самом деле, еще ограничена размером госактивов от 10% ВП и размером гососходов, потому что это является источником как раз той власти, которую получают чиновники над всей экономикой. Значит, итак, краебольный камень новой нормальности в государственном строительстве Белоруссии является очень простой принцип. Не трожь чужое. Как Александр Лукашенко тоже этот принцип озвучил, мне очень понравился, на самом деле, потому что это то, что соответствует нашему мировоззрению. Чужое – это должно быть частное. Когда у нас будут чужие активы, то есть свое активы и свою собственность, у нас будет кардинально изменится мотивация, у нас изменится настроение, эмоции, отношение к бедным, отношение к себе, к соседям. То есть это такое, вот опять, друзья, я не говорю, что там на год-два, я говорю про стратегическое видение того, куда я бы хотел вести страну, как вы грозите страны и когда-либо так называете. Не трожь чужие. Есть компетентная бродажка. Какие города налог вылили. Наши правнуки не рассчитаются с долгами, которые мы не делали. Не трожь чужие. Поэтому, друзья, не волшебников менять надо, а перестать верить в Деда Мороза. Левиафан – это Дед Мороз, который раздает подарки за чужой счет. И когда мы верим там в большом возрасте в сказку про Деда Мороза, мы просто, называется, с дитячимися, а не детьми. Но пора взрослеть, пора избавляться от сказок, и то, что мы говорим, не мистику выбирать, и сказки, а настоящую науку. С какую бы пользу не ставила ваша жизнь, стойте красиво. Спасибо большое. И вам спасибо. 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 Спасибо.